Всем привет! Привет! Будем потихоньку плавно начинать. Вдруг кто-то подойдет, кто не подойдет, сам себе виноват. Злой Буратино, да, как говорится. Правильно. Сначала нужно представиться, а потом спросить ваши ожидания, зачем вы сюда пришли. Ну, собственно, так и предлагаю сделать. А потом я расскажу, что, как, где и прочее. Меня зовут Алексей Егошин. Я думаю, что вы, наверное, что-то читали обо мне перед тем, как сюда прийти. Немножко я расскажу. Привет! Расскажу. У меня достаточно большой опыт. Я занимался, я работал только в IT. Больше нигде. Поэтому все, что я могу вам рассказать, я буду только про IT. Про строительство, медицину, банки, телекоммуникации. Если и могу, то в части про IT. Из всего этого большого скулупа, у меня около 15 уже плюс с чем-то там лет опыта работы, из которых 10 в менеджменте на позиции. А вырос я из системного администратора, разработчика и менеджера. Ну, такой, наверное, классический путь. Может, не очень классический. Но, в общем, какой есть. Из этих 10 лет менеджмента, параллельно с менеджментом, уже скоро почти 5 лет, занимаюсь еще и тренерством. Учу в компании Люксофт, вне компании Люксофт, сотрудничаю с разными другими организациями, езжу на конференции, рассказываю разные умные, смешные, прикольные всякие штуки про менеджмент, управление проектом, софт-скилз, в IT, выключено. Вот. Собственно, как предлагают построить наше взаимодействие? Я предлагаю сделать следующим образом. Если у вас появляется какая-то мысль, какая-то хотелка, какой-то вопрос, что-то вас смутило, что-то с чем-то вы не согласны, или вы хотите что-то добавить или уточнить, любой из, или какой-то еще градацию, пункт, который я забыл упомянуть, поднимайте руку и перерывайте меня вот, да, в тот же момент, как эта мысль появилась. Потому что если вы ее, сейчас на перерыве спрошу, или там попозже, Алексей паузу сделает, и вот тогда я спрошу, есть большой шанс, что, а, я не сделаю паузу, и, б, вы просто забудете сказать, и мысль уйдет, да. Вот как раз хорошо, что сказали про перерывы, что-то будет. С перерывами? А надо? Надо будет. Можно час плюс час. Сколько месяцев? Два-три часа было написано? Ну, я рассчитывал на два, но зависит, по сути, больше даже от вас, потому что, ну, я могу рассказывать очень долго. Мне есть, что рассказывать. Вот, в то же время, после рабочего дня, я хочу домой, да. Поэтому давайте какой-то компромисс найдем, который нас всех устроит, вот, и будет все ок. Да, и те, кто знают, что компромисс это не всегда хорошо, я попрошу, у меня не троллится. Черт, за ровно, ты закашляешься. Я просто видел, что ты сейчас это хочешь сказать, и решил, что вот. Да, хорошо, окей. То есть, вопросы, там, какие-то мысли, да, вы сразу говорите. Что еще? Если у вас, я рекомендую брать себе какие-то блокнотики обычно, ну, сам, если у меня, у меня есть чудесный блокнот специальный, подаренный компанией на Новый год, я в него записываю всегда только то, когда я бываю на каких-то конференциях. То есть, во-первых, я беру его туда. И когда у меня приходит какая-то умная мысль, я себе пишу, там, конференция такая-то, дата такая-то, мысль такая-то. Ну, вот. И вот эта книжечка у меня только для вот таких вот штук. Вот. Когда у меня с собой ее нет, ну, бывают такие случайные события, я записываю в телефон. Что записываю? Не надо записывать то, что будет на слайде. Вы их, ну, вот, там, на флипчарте, на доске, вы это можете либо сфоткать в конце, да, либо, ну, оно в памяти у вас останется. В общем, вот это вот. Это не самое главное сегодня. Записывать имеет смысл то, что вам придет в голову, скажем, о, вот же оно, какой-то инсайт. Вот я вот об этом думал, а тут оно сложилось наконец-то. Вот какую-то такую штуку имеет смысл записать. Вот. Обычно после того, как вы записываете, именно это у вас и остается. В голове после того, как вы уйдете отсюда, и завтра вы проснетесь себе и вот глянете на записи. Да, я помню, было про вот это. Вот эту штуку имеет смысл записывать. Переписывать слайды смысла никогда нет. Вот. Есть ли вопросы? Все, работаем. Что делать, если я не взял с собой блокнотик? Телефон можно там, заметно, какие-то сделать там. У меня Evernote стоит, у кого-то еще что-нибудь. Ну, тут специфика, кому что нравится. Вот. Обычно это, знаете, это фраза длиной там 3-4 слова всегда. Попробовать то-то, или даже беспопробовать там. Бывает, знаете, как, вот, что мне помогает. Я уже не помню, на только конференции, какой-то HR-ной конференции, неожиданно для меня оказался. Вот. И я услышал там фамилию чувака, который занимается cultural differences. У него есть градации культур. Я себе просто записал фамилию. Потом я его нагуглил, и дальше уже, вот. То есть, чтобы записать фамилию, это одно слово. Ну, вот. Вот для этого телефон вообще шикарно подходит. Поэтому, ну, много не нужно места. Окей. Так. У меня к вам тогда вопросы. Раз у вас ко мне больше нет. Я подозреваю, что вы надеетесь, что я сегодня буду все время рассказывать. Как там? Я так не работаю. Спикер Алексей устроен по-другому. Вот. Собственно, у меня к вам вопросы очень простые. Вы зачем сюда пришли? Ну, то есть, понятно, что узнать какую-то информацию там, про управление группой, проектов, там, IT-проектов. Вот, а подробнее, ну, вы под этим наверняка подразумеваете что-то, и я подозреваю, ну, есть такая вероятность, не нулевая, что не совсем то, что подразумеваю я. Где-то мэйдж произойдет, а где-то нет. Я хочу понять, насколько у нас широко понимание, что вы хотите узнать. Вот. You're welcome. Ну, давайте я начну, а то все будут молчать долго. Значит, это... Как ты им комплимент всем сделал. Под группой проектов разберемся, или они связаны, или они не связаны. То есть, разные вещи. Ну, ты ожидаешь чего-то. Я ожидаю, не связан. Окей. Значит, а если поговорим по моей ожидании, то вообще замечательно, давайте. Значит, еще давайте поговорим, как нам работать с проектами, когда там постоянные ресурсы. Окей, люди присутствуют на разные, постоянные, меняются. Значит, и они еще там, допустим, короткие, не очень длинные. С высокой неопределенностью. Да, с высокой неопределенностью, с высокой неопределенностью требований. И если мы это все порешаем, будет вообще замечательно. Окей. Давайте я скажу. У каждого своя польза. Да. Несколько проектов. Вся команда, все команды удаленные. Он будет говорим о том языке. Но регулярные митинги, коммуникации и так далее, оно нападывает на пьема. Это узкое звено. У меня боль, как на эти времена для себя, и от себя убрать разными инструментами, методами, бла-бла-бла. Фигирование, именно роль коммуникации. Это был мой первый пункт моего плана сегодня. Да, я точно отвечу. Спасибо. У меня вопрос такой. Где же все-таки действительно лимит? Числа проектов. Числа проектов. Ну, тут даже не число проектов, вообще не число проектов, а число людей, потому что, не знаю, обращаю внимание, что вроде кажется, что я их сделал, и да, но очевидно, но реальности она где-то должна кончиться. Это ущерб чему-то, да. Просто мы будем его не замечать. То есть нужен какой-то предел, или все-таки это можно простафировать до каких-то неосознанных пределов? Максимум project amount, да? Я бы добавил к этому вопросу атрибуты, когда мы видим реперные точки, когда уже хватит. Ну, когда ты уже не можешь. Не, он всегда может. Начинает снижать что-то. Окей, обсудим, хорошо. Когда проекты вступают в конфликт по поводу ресурсов. Я вам хочу одну историю сейчас сразу рассказать. про ресурсы напишу и расскажу вам, да. Не только в конфликт, а вообще с ним. Ну, что значит, проекты сами по себе никуда не вступают. Там люди в них могут конфликтовать. Менеджеры этих проектов. Ну, или в каком виде, ну, где конфликция ресурсов? Да. Распределение ресурсов? Да, между этими, ну... Когда у тебя, например... А ты один менеджер этих проектов, допустим, да? И у тебя нужен, например, разработчик и сюда, и вот сюда, да? Примерно. Ага, понял. А только ты управляешь этими ресурсами? Или есть какие-то непосредственные руководители? Два раза. Вот. Ну, бывает и то, и другое. Окей, ресурс-конфликт. Хорошо. Такой момент еще есть. Когда на большое количество проектов есть в команде обычный человек, который помогает. Это, наверное, может быть вопрос директирования и вопрос распределения вон ответственности. Ой, как хорошо. Это есть точно в программе. И распределение ответственности. Я очень люблю это. Да, хорошо. Расскажу вам историю, что я обещал максимум проектов. Значит, девушка небольшая... На эти проекты 2-3 человека такие вот. Скорее, менее технические, больше поговорить, скоординировать вот такого плана проекта. Ей, что приходит, говорит, жалуется. Вот знаете, у меня вот сейчас 5 проектов, мне вчера дали 6-й. И, ну, и что? Она говорит, ты взяла? Да. Почему? Ну, потому что я вроде как справляюсь. А в чем твой вопрос? Ну, когда хватит? Ну, ты должна ответить. А если завтра мне 7-й принесут? Ты сейчас уже тогда им скажешь. Ну, я, наверное, скажу да. Ну, значит, она и 7-й может взять. Ну, вот мы подробно немножко поговорим. Сегодня, смотрите, все эти вопросы. Есть ли еще, кстати? Ну, еще такое небольшое уточнение. Вот управление группой проектов. Это именно проектов, которые в одной программе? О, а вот... Или в одной партфолио? Или все-таки это вообще разнородное? А вот для этого я, собственно, и спрашивал вас, как вы это видите. Я подразумевал просто N проектов, когда это заголовок писал. Любые, какие хотите. Частный случай N проектов, когда они чем-то объединены. Нечастный случай, они ничем не объединены. Да, ну вот. Ну, в моем случае это разные проекты, где он не только в IT. Я хочу понять, насколько я в состоянии манипулировать всеми абсолютно разными людьми, разными нюансами. Отдежно-разнородность проекта. Да. Хорошо. Насколько это реально? Хорошо. Окей. Тогда так. Давайте начнем с того, а кто из вас менеджер? Так. Ну, в смысле, или выше, да? Вот менеджеры выше, ну, вот так скажем. Кто упознает at least one project? Да? Почти все. Так. А те, кто не поднял руки, вы чего ожидаете? Стать менеджером. И знать, как если группа будет больше одного проекта? Да. Хорошо. А если менеджер, это не ПМ? А кто? Ну, например, КВА менеджер. Ну, я скорее подразумевал тот человек, у которого целиком весь проект. Ну, вот у меня целиком несколько проектов, только со стороны... Только по части из каждого из них. Ну, это тоже ок, абсолютно. Ну, так или иначе, человек, отвечающий за части каждого из проектов. Это вполне валидный кейс. Да, это вполне подходит. Я к чему? Подходит любое, любые ваши ожидания, любые, ну, ваши текущие позиции. Нам для того, чтобы правильно идти дальше, нам нужно общее контекстное поле определить. Нам нужно понять, что такое управлять одним проектом, а потом мы это растянем на N. Давайте примерно с вами поговорим о том, что такое управлять одним проектом. Потому что вот с кем общаюсь, все по-разному это понимают. Мне нужен от вас сейчас вот фактически set of skills. Чтобы управлять одним проектом, надо знать вот это, вот это, вот это и это. Общаться с людьми, умение общаться с людьми, строить коммуникации. Мотивирование. Можно сейчас, наверное, под пункт этого, умение общаться с заказчиком, внутренне, внешне. А я просто людьми и там... Красно. 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 Дальше было мотивировать, человек должен уметь. Я к чему сейчас это спрашиваю, сейчас напишу. Смотрите, вот хочется... Знаете, какой момент? Вот представьте себе свои собственные проекты или проект, или будущие проекты. И вот без чего вы точно не смогли бы ими управлять? Да, вот об этом вопрос. Если вы смогли бы управлять без мотивации, ну, к примеру, то ее можно не называть. Либо, если вы считаете, что без нее, ну, вот никуда, то называем и пишем. Мотивация. Понимаете, да? Это, смотря на сколько длительный проект. Можно ли смотивация? Ну, да, если вы там два дня, то как бы противомотивация... Ну, давайте возьмем, ну, какой-то осмысленный, хоть там, больше месяца. А почему? Два дня бывает осмысленный. Ну, и за месяц там мотивация всегда сомневается. Бывает, бывает. Ну, тогда не... Ну, тогда... Это просто частный случай в конце сегодняшнего дня. Команду надо модировать. Смотрите, я предлагаю вот такие short cases, да, в конце дня просто перенести, у вас уже будет некий в голове сетап, и вы тогда его просто спокойно на более короткие проекты положите. Потому что если мы начнем сейчас с очень коротких, то мы запутаемся в деталях, в частности. А мы сейчас про soft skills будем? Мы про все, что вы считаете нужным, чтобы управлять проектом одним хотя бы. Давайте про планирование вспомнить. Давайте. Я только за. Я вообще любые ваши предложения вполне готов сюда писать. Сначала вычеркнула. Да, вычеркнула. Планирование. Контроль выполнения. Контроль изменений. Ну, в принципе, контроль всего, что можно. Давайте анализ изменений. Просто работа с изменениями подойдет. Вот так. Нам это понадобится все чуть дальше. Класса знаний, то есть на отдельный сбор все-таки. То есть без этого нельзя, да? Ну, начинать как новый проект. Без этого можно. А если это пятый проект? Ну, давайте вот если он первый. Без этого можно. Без этого фигово, да. Когда второй, третий похожий, а у нас нет historical results с первого, тогда, конечно, беда. Вот, согласен. Ну, мы сейчас вот, представьте, что у вас, например, в этой, вы приходите новым менеджером в новую для вас компанию, и эта компания, ну, небольшая, допустим, и у нее нет historical data, и она запускает совершенно новый для себя проект. У нее не может быть даже, даже если и было по-другим, вот такого, поэтому вам придется без них. Правильно? Ну, давайте так, тулинг. Да, тулинг. Какой-то подходящий тулинг. Ресурсы еще нужно. Окей, да, без них как-то... Вообще никак. Менеджер, его фишка в чем? Он же сам ничего не делает, правда? Ну, в смысле, он делает дофига. Он ничего реально не делает в плане имплементации в проекте, да, он не кодит, он тесты не выполняет, не пишет спеки. Он, я имею в виду, менеджер, который не тест-менеджер, а вот там все проекты, да, он может, но по большому счету, он может и не. Он может сам, то он, значит, не очень хороший вывод. Ну, опять же, знаете, ну тут какой момент? Бывает просто небольшой проект, и менеджер, ну, у него есть время на это, и это было в его обязанности вписано. Ну, то есть, бывают кейсы-исключения, это нормально. Ну вот, я к чему? В принципе, менеджер за имплементацию самих вот, самого вот проекта ручками, да, он может это и не делать ничего. Вот, я к этому веду. Поэтому, да, без ресурсов ему как-то странно он исправится. Будем ли добавлять добавление рисками? Потому что не всегда, или нет, зачастую про них забывают, да, приношают проект, но потом они исправят. И я в последнее время вот начинаю проект с рисков. Я с удовольствием добавлю. Я считаю, что надо. Риски. Надо, но очень часто их не берут. Это потому что ими не умеют, ну, их ими управлять. Да. Сейчас еще добавить еще цель, скоуп. То есть, потому что, если их мое все, какие сложно, некий скоуп-менеджмент. Ну, тут понимаете, цель все-таки тоже. Ну, цель и навык. Ну, хотя бы... А ты, может, еще и вот... Рамки работы со скоупом, да? Работа со скоупом подойдет? Ну, вот если менеджер умеет работать со скоупом, тогда это хорошо. Ну, в плане, ему это поможет сильно. Правильно? В принципе, перекликается с работой с изменениями, да? Ну, оно все друг с другом, и риски перекликаются с ними, ну, конечно. Давайте, работа со скоупом. Как бы ты будешь говорить? Можно. Через риски делать проект в принципе. Можно. Какой-нибудь работа с документацией, например. Работает. А он может это поручить кому-то? Может, да? Может? Ну, я просто как... Мы можем без этого пункта обойтись? Я готов записать. Как вы считаете? Если это какая-то внешняя документация. Ну, давайте. Хорошо. Работа с документацией. Ну, здесь, когда четкие обреты для заказчика. Репорти. Да, депорти. Репорти. Репорти. Давай так. ОС, обратная связь и репорти. А давайте в предыдущий пункт, тогда напишем, чтобы он был более полный. Документация, если это внешняя, то это что-то типа концепции, которые предоставляют заказчик на свой проект. То есть, он хочет. Шел пятый день мастер-класса. Что-что? Шел пятый день мастер-класса. Мы продолжали. Да, да, да. Так, смотрите. Ну, давайте еще один-два. Так, чтобы... Вот самое must-have. Может, управление командой не в плане... А у нас было общаться с людьми, смотри. Нет, нет, я не об этом. Управление не как бы качествами, да? А, например, добавить одного, убрать одного. Это ресурсы. А это ресурсы. Ну, как-то навык, кстати, работы с ресурсами. Ну, есть, подходят. Еще чем-нибудь. Предметная область. Окей. Предметная область. Знание предметной области. Domain knowledge. Можно без... Ну, без... Ну, без... С ней лучше. Domain knowledge. Ну, вы знаете, вот я специально этот список от вас, как это так, пытаюсь получить, потому что в разных проектах часть этих вещей будет не обязательно. Часть вы кому-то отдадите, часть вы будете делать сами, часть вообще не надо делать, а часть мы просто еще не написали даже, что будет делать нужно. Правильно? Вот, поэтому у вас такие и комментарии, что это не обязательно, документы не обязательно, а другие говорят, нет, обязательно. Да, в каком-то проекте надо, а в каком-то и нет. И это и есть тот вопрос, который нам нужно с вами проговорить. Смотрите, вот когда обсуждали, а если проект два дня, ну, ладно, месяц, много там надо документации писать? Да ладно, это нет. Ну, какая-то она будет, она будет очень простая. Много ли там будет работы с рисками в месяц? Немного. Она может какая-то и будет, эта работа с рисками. А если у нас вообще проект, знаете, сделать сайт-визитку в одна страничка, сколько там работы? День? Ну, ладно, неделю. Что там, много работы с рисками будет у нас? Да мы просто сядем и сделаем. Ну, не мы лично, а вот мы там посадим разработчика, да, он сядет и сделает. ТЗ есть? Есть, прекрасно. Работа с изменениями там будет? Ну, возможно. Маленькая. Сам проект маленький. То есть, либо эти все штуки сами собой вообще отвалятся в ноль, либо они будут маленькие, легенькие, простенькие. Правильно? Соответственно, тут был вопрос у кого-то про, извините, я не помню, про время, да, кто-то, кто-то, про сколько проектов я могу и хватает ли на все у меня времени. Если проект маленький, у вас же мало времени на него уходит, правда? Ну, скажем, я предполагаю, что это мало. По логике, ну, скажем, если это не первый вообще проект в вашей жизни, почему, потому что если он первый, вы просто еще не умеете, руки еще неправильно настроенные. Не потому что вы от природы вот такой какой-нибудь, а потому что вы просто к этой работе еще не наловчились. А когда это уже там пятый, шестой, н-ный проект, у вас уже руки выпрямляются в нужную сторону, потому что уже вы привыкли это делать. И тогда на такие проекты маленькие, у вас уходит мало времени. Вот мы из этого и исходим. Если проект комплексный, неправильно говорить сложный, потому что это комплексный, у него много-много всего-всего-всего-всего. У вас руки правильные, знания правильные, у вас сколько времени на него будет уходить? Больше, чем нам тут маленький? Ну, 100%, больше. Насколько больше, а никто не знает. Зависит от вот этой комплексности этого проекта, правильно? Вот, это частично, мы придем еще, ответ на вопрос MassProjectAmount. А это смотря, какие у тебя проекты. Если они маленькие, может их и 10 будет. Если это комплекс-проект, в зависимости от того, насколько он комплекс. В интерпрайзе, допустим, где мы работаем, ну, два. Ну, три на одного PM, и то уже он начнет разрываться, этот PM бедный. Потому что, если, не дай бог, эти два-три проекта реально разные и реально все сложные, ну, один, дай бог, чтобы он один вытянул. Причем, это не значит, что это PM такой балбес. Это просто проект сложный. Требования меняются. Там много всего происходит. Вот из того, что вы написали, всяких событий генерируется очень много. В простом маленьком проекте их генерируется меньше. Соответственно, ваш персональный тайм-менеджмент, как руководителя, он разный. В зависимости от типа проекта. Не тема сегодняшнего мастер-класса рассказывать, какие типы проектов бывают, чтобы мы сейчас тут сами какую-то классификацию. Давайте сойдемся на маленький, средний и большой. Ок? Ну, просто, чтобы мы шли уже про тему. Понятно, что каждый из нас сами подумает, маленький, это примерно у меня вот такой средний, это примерно вот такой большой, ну, это какой-то вот такой. У каждого своя характеристика будет. У меня нет задачи рассказывать какие-то смарт-критерии, measurable, про что такое большой. Ну, больше, чем средний. Ок? Вот. Обычно, обычно, чем, если мы возьмем и нарисуем такую шкалу, да, от маленького к большому проекту, то число всяких событий, оно, естественно, увеличивается от маленького к большему. Может ли в маленьком или даже среднем проекте событий быть больше, чем в huge, ну, чем в complex? Вот вы так киваете головой, нет? А вот пара девушек говорит, что да, девушки, почему? Ребята не верят вам. А если процессы не настроены, то каждый человек, кому он будет держать ответ. А в комплексе, если все настроены, то там может как по накатанной идти. Да, порядок. Вот. Я абсолютно с вами согласен. Ребята, ай-яй-яй. Вы меня разочаровываете. Потому что, ребята, все хорошо просто на проекте. Смотрите, оно может быть не то, что даже равным, оно может быть даже большим в среднем проекте всяких... Ну, например, заказчику очень болит. И он, знаете, такой микроменеджер-заказчик, он наш drill down, он залазит в каждую мини-всякую штуку. Проект может быть middle, а даже easy. Но заказчик вам генерирует, мы обычно как менеджеры называем это гемроем, или головняк, или whatever, mess. Он вам это генерирует не потому, что он козел, а потому, что у него есть пятая причина. У него болит что-то. И он хочет, чтобы не болело. И хочет, чтобы не болело быстрее. Ну, это логично. Вот. И даже маленький проект может генерировать много всякой... всякой штуки. И вы будете на него тратить больше времени. Поэтому вопрос... Нельзя прям однозначно сказать, что easy project, делает, есть меньше вашего персонального менеджмента времени, чем middle project, или чем huge какой-то project комплекс. Правда? Зависит от других еще разных многих параметров. Поэтому, ну, мы как с вами люди немаленькие, да, взрослые, понимаем, что этих параметров много, и опять же, не цель их сейчас описывать. Просто мы должны с вами понимать, что не только размер проекта съедает наше время. Соответственно, когда, ну, на вопрос, а сколько максимум количества проектов может в среднем менеджер вытягивать, это ответ будет из серии, ну, температура по больнице в среднем 36,6. Потому что там и трупы есть. Где у кого плюс 40, да? Ну, вот где-то в среднем она, наверное, вот там будет. Вот. Так и с проектами. В зависимости от типов проектов, какая-то цифра, ну, там, 2, 3. Но это вам все равно еще не скажет. Всегда в каждом отдельном случае это будет разная цифра, зависящая как от сетапа проекта и более того заказчика, который принес этот проект, да, и от самого менеджера, который умеет что-то, или не умеет что-то, или умеет, но не очень, или умеет, но классно. В зависимости от его уровня, навыков, этого проекта. Правильно? Вот. Регулярно проводя аудиты, так потихоньку двигаемся дальше, регулярно проводя аудиты, у нас в компании я нашел несколько, знаете, как это сказать, классических болячек, назовем это так. Одна из них, она как раз отлично мапится на нашу тему, называется, надо придумать название прямо срочно, когда много стейкхолдеров. Вот у вас, сейчас мы пока только про один проект говорим, сейчас не про группу, один проект, но в нем много стейкхолдеров. Взначались ты такие? Ну, стейкхолдер, да, это люди, понятно, даже команда, это стейкхолдер, даже уборщица, это стейкхолдер, просто мы их сейчас отфильтровываем, и берем стейкхолдеров на стороне заказчика, вот так нам сейчас попроще будет разговаривать. Так вот, даже на стороне заказчика бывает стейкхолдеров там больше двух. Так аккуратно, больше двух. Их, ну, знаешь, я видел в проекте, их было, сейчас скажу, сколько, 10 с чем-то, 12, это было, их было много. Вот, причем в этом, в этом же проекте, помимо стейкхолдеров на стороне заказчика, были еще, мы делали только кусок системы. А еще были, раз, два, три, минимум три других вендора, три других компаний, айтишных, которые делали еще три других куска этой системы. То есть, там еще свои условные для нас стейкхолдеры, правда, уже с ними общаться тоже как-то надо. Ну, в общем, вы представляете этот масс? Вот, это комплекс-проект? Ну, да. Стейкхолдеры нам создают веселую жизнь? Точно, определенно создают. Вот. Соответственно, даже если бы это был медиум проект, но стейкхолдеров много, ваше время, которое вы тратите на них, персональное время, как менеджера, да, будет тратиться, ну, так очень неплохо на каждого из стейкхолдеров. При условии, что вы, этот, entry point, да, они на вас все это сбрасывают, а вы потом ходите и разруливаете, черт, Вася Кубкин сказал, что Иван Иванович хочет быстрее, там, а, там, Петр Петрович говорит, что нет, он хочет быстрее. И я иду к Петру Петровичу, говорю, слушай, вот у того более приоритет, он говорит, ничего не знать не хочу, мое важнее. Да, видели такую ситуацию? Это не когда стейкхолдеры между собой договорились, и вам скинули единый приоритизированный список тасков, а там мы уже, что, конвейер понеслась? Так не бывает. Бывает, бывает, только это счастье, когда оно так бывает. Так бывает далеко не всегда. Счастье есть, его можно даже построить, и вот эту схему вырулить. Но часто я видел, вот именно та болячка, о которой я говорю, она часто, когда стейкхолдер на пьема сбрасывает свою хотелку, а хотелки других стейкхолдеров из множества, его вообще не парят. Я говорю, а почему в следующем релизе моя задача не вошла? Такие, чувак, no capacity left. Я ничего знать не хочу, срочно вставляйте в следующий релиз. А еще таких, как он, еще человек пять. Их хотелки, которые нужно вставить в следующий релиз, занимают 30-40% всего релиза. А их пять. Пять по 40, два релиза. А у меня он один, следующий. Я кого-то должен огорчить и сказать, извини, дорогой, не будет твоей хотелки в следующем там двухмесячном релизе. Он говорит, ты что гонишь, у меня бизнес простаивает, мой департамент не может делать бизнес. Делай немедленно. А команду увеличивать не хочет. У меня такое было, слава богу, все эти стейкхолдеры пять штук были в одной компании. Я их спрашивал в такой кабинет, показывал им торговать. О, ресурсы. И не буду торговать. Вот. но это самый правильный ход. На самом деле, идеально, еще круче. Если ты не просто их посадишь в одну комнату и закроешь, условно говоря, а если ты среди этих пяти, пусть их пять будет, стейкхолдеров, они договорятся между собой, кто главный. Кто самый главный. Кто в итоге тебе лично скоммуницирует список тасков. Уже отприоритизированный. Который сам этих четырех оставшихся построит там, там где-то. Сам отприоритизирует вместе с остальными задачи и в финале только тебе списочек даст. стейкхолдерами. Но они обычно одного раму будут. Да, и вот поэтому это обычно очень сложно добиться. Там есть разные пути. У нас опять же мастер-класс не про это, а про то, что у нас дальше произойдет. Как менеджер стейкхолдеров отдельная тема, хотите, мы организуем отдельный мастер-класс и поговорим. В любом случае, когда у вас нет вот такого coordination point на той стороне, а именно вы выступаете интегратором их хотелок и вынуждены ходить к каждому стейкхолдеру за ой, тот хочет быстрее, а можешь ты подвинуться. И вот так с каждым. Вы пробовали семь человек организовать митинг, когда у всех разные календари. Сколько раз он переносился у вас? Вот это то же самое. Вот только про заказчика. Вот. Соответственно, это безумно выведает ваше время. Причем, сомнетьте, это ж нифига не креативная работа, правда? Ну, это, условно, моя ассистентка может это сделать. Девочка, просто ассистент, спокойно это сделает. Или мальчик-ассистент, кому как нравится. Вот. Для этого не нужно иметь вот такенные менеджерские скиллы, там, безумный, там, интеллект какой-то, огромный опыт, чтобы просто заменеджить скоп от пяти стейкхолдеров. Не нужно. И это такой boring, это такая работа, которая, фу, ну, блин, это рутина. Но она есть время. Да, там, переговорные навыки нужно включать. Лучше, если тебе падает список готовый от приоритизирован. Смотрите, я к чему веду? Когда у вас сетов стейкхолдер, такой большой, и ваше время тратится на них, вы сможете взять второй проект? Возможно, да, но он сколько он будет большой? А если такой же? другой такой же, с другими пятью стейкхолдерами. Хватит ли вас? Вот, собственно, и point. Поэтому, если у вас даже easy, middle, или там complex project, а даже в easy проекте может быть набор стейкхолдеров, и капец, и время ушло. И ваше время все будет посвящено им. Это только первое, как это, первый наш камень в фундаменте, да, для начала. То есть, несмотря на то, что у вас есть какие-то навыки, пусть они все есть, они все классные, просто стейкхолдеры могут вам съесть ваше время. Могут? Да, запросто. Стейкхолдерс. Так, теперь, 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 Представьте себе такую ситуацию. Вот у вас какой-то один проект, и у вас, ну, так получилось, что вы там что-то настроили, либо там оно как-то само так полеглось, что у вас есть немного свободного времени. Неважно, сколько, есть. И текущий проект, который у вас есть, он, ну, даже когда там что-то взрывается и прилетают эскалации, у вас все равно остается свободное время еще на что-нибудь. И тут вы приходите к руководству и говорите, дорогой директор, или там, дорогой начальник, ну, вот кто он там у вас, вот, а слушай, у меня тут есть свободное время, дай мне еще проект. Я тут, как бы, справляюсь, я чувствую в себе силы, я могу. Нормально кейс? Ну, как бы, вы показываете свою проактивность руководству, что вы растете, можете тянуть уже два проекта, это всегда позитив, это немножко больше денег, возможно, ну, в общем, как договоритесь. В итоге он говорит, да, конечно, на, и дает вам что-то. Предположим, это что-то влазит в ваше свободное время, но от вашего свободного времени как раз хватает. Вы начинаете менеджить два проекта, и вашего свободного времени ровно-ровно четко хватает на эти два проекта. Теперь, какие опции тут могут быть? Проекты похожи, и проекты не похожи. друг на друга, да? Но давайте с этого начнем. Проекты похожи, это что может быть? Скажем, вы занимаетесь разработкой, например, CRM-системы, ну, какой-нибудь, чего-нибудь там, такой, скорее, маленький UI, но много внутренних расчетов каких-то, сервер, сайт, чего-нибудь. Вот, и вам дают похожий проект. В этом похожем проекте будут похожие баги. Ну, не в смысле идентичные ID, да, а имею в виду по сути своей, по логике. Будут. В этом похожем проекте будут похожий демант на ресурсы, вот, которые мы писали здесь, да, ресурсы, похожий тулинг, да, похожие фазы, похожие итерации, ну, whatever, все, что угодно. Все примерно будет похожий тип планирования, похожая мотивация команды, предположим, две команды разные, но подход примерно похожий. Даже назначения проектов могут быть похожи. Не проблема, но если мы делаем одно мобильное аппликейшн, и второе, в принципе, это похожие проекты. Да? Что касается команды, будут похожи. Команда, естественно, люди разные, я имею в виду, что люди, работая в проекте А и в проекте Б, в принципе, примерно, ну, в зависимости от своих собственных тараканов, мотивированы примерно чем-то похожим. Да, там будут отличия. Естественно, отличия будут и во всем остальном, но в целом, в целом, похожести будет больше, чем, например, проект разработки мобильного приложения и проект разработки медицинской системы какой-нибудь. Это сильно разные проекты. В этом смысле да. Вот я вот это и имею в виду. То, что касается команды, может, да, может, нет, а все остальное? Я скорее знаю, что команда, скорее, команда работающая, ну, например, распределенная команда в проекте разработки мобильного аппликейшена какого-то, она, ну, некие договоренности в рамках этой команды будут похожи, могут быть похожи на договоренности в рамках этой команды. А если команда работает над совсем другим проектом, возможно, им надо не из дома работать каждому, предположим, а приходить в офис, причем в каких-то по какой-то период времени, чтобы вместе что-то обсуждать, живьем, встречаться с заказчиком, специфика может быть другой. Я сейчас не про персонали команд людей говорю, да, а про подход, как эти люди друг с другом взаимодействуют. В похожих проектах этот подход одинаков, ну, плюс-минус, в непохожих он может быть разным. Таким образом, когда вам достается похожий проект, вы что можете сделать? У вас уже есть первый. CTRL-C, CTRL-V. Вы можете взять свои best practices какие-то, которые уже работают, и просто сказать, вот в этом проекте мы делаем похожим образом. Во-первых, вам это сильно легче. Во-вторых, у вас уже есть отработанные практически какие-то кейсы, инструменты, ситуации, уже комплейты какие-то есть, в общем, много чего бытового. Правильно? Таким образом, накатив условно образ управления на второй похожий проект со временем, через сколько-то там дней, недель, месяцев, у вас может начать высвобождаться время свободное на третий проект. Похожий третий проект. Может, может начать высвобождаться и, предположим, так и получилось. Вы приходите к руководителю и говорите, я тут вообще молодец, смотри, как я два, и у меня еще время есть. Давай еще один. Он дает вам третий похожий проект. Чисто, ну, если продолжать эту рекурсию, можно сказать, что там вам и четвертый, и пятый, и шестой, но мы упремся в сложности. Вас все-таки где-то не хватит. Где вас не хватит, зависит от вот этой сложности и того, чтобы мы говорили про стрип-холтеров. Я еще напишу сложность комплекции. Так. В итоге, когда вам дали третий проект похожий, вы начинаете, а что у вас произойдет, кстати, в этом случае? Вот представьте, вы приходите на работу, у вас есть проект А, Б и Ц, они похожи. Вы открываете Outlook, и у вас там письма. Вот это письмо, которое я увидел первым, оно из какого проекта ко мне пришло? Спасли. Я не знаю. это письма. Это техника настроек почты под разные... Я сейчас просто пример привожу. В сабджекте письма может быть какой-то тег просто для примера, а может и не быть, потому что джуниор забыл. Письма вообще не должно быть. Все идет из... Это если повезет. Вообще заказчик может написать. Заказчик не обязан мои теги соблюдать в сабджекте, да? Понимаете, к чему я веду? И, знаете, люди, они такие зверьки странные, они вообще иногда не соблюдают то, что мы с ними доверворились. И, в общем, вы открываете, например, почту, а там месс, потому что там вы, например, заболели на три дня, ну, real case вполне, ну, вот прям легко. Или гуляли на свадьбе и заболели на три дня. Гуляли, а вот он заболелелел. Конечно. Вот. И вы приходите на работу, открываете Outlook, а там капец, потому что непонятно из какого проекта и на что первое реагировать. Они похожи. И вы не знаете, ну, вот вы открыли письмо и там написано срочно беги, решай, там у нас проблема. А я не уверен, что в B и C в проекте тоже проблема или ее нет. я должен, я должен их все прочитать. То есть у вас начнет появляться такая интересная штука, как путаница. Правда? Вот. Более того, пример с Outlook это еще цветочки. Потому что к вам придет, вам начнет звонить какой-нибудь человек, причем, если это еще внутрикорпоративный какой-нибудь телефон или еще что-то, не дай бог, он не высвечивается фамилия у него там, и по голосу, а у вас много людей, и по голосу вы его просто не узнали, или он постудился, и вы не узнали этого человека. И вот он нам сразу сходу, он же не будет представляться, что я там Иван Иванович из проекта B, правда? Он просто скажет, Леша, у нас тут факап. Ты кто? Были такие кейсы? Ты кто? Такие есть. Ну, чем больше у вас людей, тем таких ситуаций будет больше. То есть, как бы вы классно не построили процессы, нет, понятно, что людей можно обучить, выдрессировать, там, их осознанность повысить, они будут соблюдать они, но очень мало людей, знаете, сами разработчики, они же не понимают, что у вас больше одного проекта. У них один. И он думает, мы же все меряем других по себе, правда? Вот если вам холодно, то мы думаем, что и всем холодно вокруг нас, правда? Если он работает в одном проекте, он думает, что у менеджера тоже один проект. И когда он пишет менеджеру письмо, этот разработчик, аналитик, тестировщик, он думает, что он для менеджера единственная и неповторимая и любимая жена. И менеджер понимает, кто ему написал, почему и менеджер помнит, какая ситуация в проекте. А менеджер не помнит. Не потому, что он тупой. Или у него... нет. Это уже поправилось все. А потому, что у него просто таких много. Много событий. И ему надо их как-то отличать друг от друга. А он не может, потому что они похожи. У него похожие проекты. Поэтому просто рекомендация. Если у вас есть возможность брать разные проекты, видите, разные. у вас хотя бы факапы там разные будут. У вас будут разные наборы языков программирования, разные типы архитектурных решений внутри. Разные, ну все разное будет. И заказчики со своими разными драканами. Тогда вы хотя бы будете отличать. Когда вам прибегут и скажут, у нас там GMS Query упал, вы поймете, а, GMS Query у меня только в этом проекте, и больше его нет нигде. Еще я могу добавить, что к похожим проектам, если у тебя их много, то будет очень опасная штука, как замыль на звезда. Ты будешь думать, что здесь ты сделал, значит и там ты так сделаешь будет нормально, и там ты так сделаешь. Точно, оно не так. А там нужно тоже отследить нюанс. Оно кажется одинаковым, но реально сетап внутри, это как дети от одного родителя. Они вроде как одинаковые, но все разные, у кого дети есть, у кого больше одного? Нет? Чего? Хорошо, да, они разные, ну вот. И, да, адаптация к этого сервиса под разные правды. О, вообще спасибо, отличный пример. Мне просто с детьями ближе. Ты как бы treat их одинаково, да, подносишься к ним одинаково, но у них паразиты разные, они совершенно по-разному реагируют. И вроде одни те же слова говоришь одному и второму. Нет. Эффект вообще разный. Вот так и ваши разработчики в проектах. Разные проекты намного интереснее, вы хотя бы ментально понимаете, что к ним надо относиться по-разному, и изначально относитесь к ним по-разному. Когда проекты похожи, вы думаете, правильный очень комментарий, что один и тот же кейс, одна и та же, один и тот же solution решит похожую проблему, и вы не пытаетесь руткос искать. Потому что лениво, она же похожая. Мы хотим время сэкономить, которого у нас всегда мало, ну, проектов много, времени мало. Значит, что делает наш мозг? шаблонизирует одинаковыми квадратными нездовыми способами. А это... Ну, а это, собственно, и загоняет нас в ту ловушку, когда мы на вроде как похожий кейс даже не ищем руткос. Ну, как? Нас научили, что его надо искать. И мы, если бы проект был один, искали бы руткос. Но так как их два, и они похожи, и ситуация похожа, и там баг, и там баг, примерно похож, и там проблема с заказчиком такая примерно одинаковая, и здесь примерно такая проблема, вот, то мы пытаемся их решать с шаблонизированно похожими методами. И это далеко не всегда работает, потому что, ну, глаз замыливается. Вот, эту опасность необходимо очень помнить при управлении группой. Не дай бог похожих проектов. Вот, я бы так сказал, похожие проекты скорее сло, польза. Нам кажется, я же так красиво начал, мы берем один и тот же, копипастим методики управления, все получается хорошо, да? Вот, вот в этом и есть подвох, потому что копипастить методики управления можно на непохожих проектах. схема работы со стейк-колдерами. Какая разница, в какой области у меня стейк-колдерами проекты. Я все равно со стейк-колдерами буду делать одни и те же действия. Реестр стейк-колдеров, их веса, их интерес, их power, влияние буду оценивать. Я все равно это буду делать, но если у меня разные проекты, я точно не буду к ним подходить шаблонно. А если одинаковые, вот тут есть опасность, что я начну подходить шаблонно, и как раз из-за этого и нафакапно. А вот методики управления вы как раз можете копипастить на разные проекты, и это абсолютно ок. Главное, чтобы у вас не было шаблонизированного мышления при группе проектов. Так, идем дальше. Итак, мы пообщались на комплексе, на стейк-колдеров и про похожие проекты versus непохожие. проекты, какие у нас есть еще затыки. Нет, все остальное хорошо. опции. Ресурсы. Ресурсы. Мы что-ли числяли. Давайте по этому списку. Удаленные команды, очень интересно. Давайте про ресурсы. Ресурс конфликта. Ресурс конфликта. Ресурсы. Я бы не отнесся тут, честно говоря, область к группе управлять или одним проектом управлять. Ресурс конфликт, он везде будет одинаков. Единственный неодинаковый момент, вот когда ты, Саша, говорил, когда один и тот же ресурс нужен в моих же проектах нескольких. И этот ресурс уникальный. Тогда я вынужден какой-то проект приостанавливать или как-то пытаться заменить этот ресурс, знаете, как мотивированный конь, это не ферзь. Как-то заменить этот ресурс на чем-то похожий, но не им же. Это не всегда настолько эффективно, как просто подождать и этот ресурс поставить куда нужно. Соответственно, у меня могут проекты приостанавливаться. Дороже. Это объективная реальность. Однако заказчик не очень хочет слушать, что у меня единственный ресурс уникальный в моем же проекте занят там-то. Более того, мой уникальный ресурс, предположим, он может не ходить в проект поэйти. По каким-то своим религиозным зрениям. Не суть важна. Просто не хочет. Ему там неинтересно. Ему интересно в проект и он одним этим проектом доволен и все прекрасно. Тогда чего делать? Ты спланировал. Он все равно не хочет говорить. Я говорю не слышу. Смотрите, да. Тут какой момент? Если, ну, почему я все-таки говорю, что ситуация с одним проектом примерно такая же. Потому что, если в начале работы проекта, да, очевидно, мы не можем на всю длительность длинного проекта, ясно длинный, спланировать все-все-все ресурсы заранее. Люди, они болеют и увольняются, и все что угодно может происходить. Вот, законодательство меняться может, люди могут, ладно, люди, железо, которое едет к нам из-за границы может встать на таможне на три месяца, может и не встать на таможне, whatever. То есть, может произойти вообще все что угодно. Мы не можем это прям точно предвидеть. Это работа с рисками будет. В любом случае, у вас есть какой-то план в начале проекта при планировании. Мы говорили, что должно быть хорошее, у нас какой-то навык планирования должен быть. Да, он нужен. И в начале, заходя в проект, стартуя его, вам, как минимум, имеет смысл убедиться, что у вас есть ресурсы, ну, не то, чтобы его стопроцентно закончить, но хотя бы делать. Вот. И ровно в этот момент, в самом начале, вы прекрасно, или не очень, смотря какой у вас там план проекта будет, вы должны увидеть, что у вас будет конфликт ресурсов вот здесь. Или этого ресурса может не хватать. То есть, какой-то ресурс уникальный. У нас такие ситуации связаны, например, ну, нет на рынке разработчиков такого-то типа, допустим. Ну, как нет, свободных нет, они все работают. И схантить их за быстрое время нельзя. Соответственно, когда заказчик приходит и говорит, нам нужно еще плюс 20 вот такого типа разработчиков, а их на рынке нет. У меня, по сути, тот же конфликт за ресурсы, даже если у меня есть еще 5 моих работающих, у меня же, я этих 5, из них 20 не смогу сделать, мультиплицировать никак. Это не конфликт за, ну, с одной стороны конфликт за ресурсы, с другой стороны их просто нет. Вот. И вы планируете соответствующим образом свои проекты, но здесь я особо, честно говоря, ну, понимаете, вот, я не вижу особого нюанса и специфика с группой этого проектов происходит или с одним проектом. Ну, абсолютно одинаковая ситуация, только вот в плане ресурсов. Поэтому никаких особых рекомендаций здесь, ну, совсем нет. Есть другая интересная рекомендация. Рекомендация, связанная с SDLC, с фазами разработки. Вот смотрите, представьте, что у вас три проекта. И все три начались вчера. Вы чем в начале проекта обычно занимаетесь, который только-только стартовал? Мы идем общаться к заказчику, да, собирать требования, собирать ожидания заказчика. Как, дорогой заказчик, ты хочешь видеть свою штуку? Когда ты хочешь ее видеть? Впрочем, какой ты хочешь ее видеть? Нафига она тебе нужна? Вообще. Мы все это идем и разговариваем. А теперь представьте таких разговоров три, ну, по трем потокам. У вас не хватит времени в рамках одного дня. Если бы один проект начался вчера, другой уже шел две недели, ответьте полгода, то в первом проекте вы ходили бы к стейкхолдерам, общались с ними, так? Во втором проекте вы бы что делали? Уже напрягали бы разработчиков начинать разработку, ну, плюс-минус где-то там. Или аналитиков писать функциональные спецификации, детальные. А в третьем вы бы тестировщикам уже разработанный продукт отдавали, правда? И у вас совершенно разные типы активности в течение недели. это же легче, правда? То есть, это в плане вашего мозга легче, ну, ресурсов, естественно, вам намного проще переключаться. Сегодня я общаюсь со стейкхолдерами, завтра у меня там вторник, например, я разгребаю, что у меня разработчики находили, готовы ли они передать это тестировщикам, ну, как-то контролирую, да, а послезавтра я обсуждаю с аналитиками, что там со спецификациями вообще происходит, есть ли там шоу-стоперы какие-то, можем ли мы идти дальше. Это разные активности, требующие разного объема времени. Не стоит склеивать это все в один день, не надо это делать. Постарайтесь сделать, чтобы вы в один день занимались одним проектом. У вас неделя есть. Займитесь в понедельник проектом А, во вторник проектом Б, в среду проектом С, например. Понятное дело, что если проектов восемь, а дней в неделе пять, то с этим что-то надо делать. Но если у вас их восемь, то мы вернемся к комплексити, и вам не понадобится целый день на один целый проект. А если у вас восемь, при которых хотя бы один отъедает больше дня, то наверное вы не сможете их восемь менеджить. Не потому, что вы плохой менеджер, а потому, что проект просто сложный. И все. Соответственно, фазы разработки, или как мы это запишем? Как вы хотите? Фазы проекта? Да, фазы проекта. фазы проекта. Фазы проекта. желательно разные. Все сказанное ранее абсолютно справедливо для проектов, идущих на разных фазах. Вам никуда не деться от комплексити проектов, вам никуда не деться от общения со стейкхолдерами проектов, каждый из них будет генерировать. но проект на этапе глубокой или там окончания разработки не так сильно требует общения со стейкхолдерами, как проект на старте. Правда? Нет? Правда? Правда? Не так сильно. Да, могут прилетать хотелки новые, какие-то изменения, жизнь вокруг меняется, что-то может происходить, их не будет так много, как на старте. Я сначала хотел показать вам слайды, там нарисовать стоимость изменений в процессе разработки. Знаете, такой график, чем больше, тем она дороже, так растет. Мы все это знаем, это очень просто, не было смысла, мне кажется. То есть, когда мы с вами говорим о вовлеченности менеджера в проект, то если бы у нас был один проект, где меньше всего менеджер тратит своего времени, где он на самом деле по-честному так отдыхает. Где? На какой из фаз? Аналитика, начали, что там дальше? Разработка, еще интеграция между ними, какая-то начальная может быть. Потом, перед аналитикой на самом деле инициация проекта идет с планированием, тестирование, регрессия какая-то, если нужно проверить, не зацепили ли мы предыдущий какой-то кусок функционала, после него чего? Ну, там, если надо, с какими-то другими системами пообщаться, то мы с ними тоже интегрируемся, потом, собственно, delivery на сервера для теста у заказчика, уже на почти при продакшен 2 рампы, а потом уже и релиз, собственно, финальный, в прод. Там везде могут быть нюансы, основной подход такой. Где проще всего менеджеру? в конце. На разработку. На разработку. Разработка и тестирование. Кто-то говорит на аналитике, кто-то на разработке и тестирование, кто-то в конце. В зависимости от делегирования одной из своих нулей, да? А знаете, как ты делегируешь, так ты делегируешь. Я пока не хочу про делегирование. Сейчас переделал. Ты прав, так тоже да. Вот представь, что некому делегировать, тогда на каких из вас было бы легче. Да и здесь сложно. Негода в гору кляшать. Легче всего смотреть на три фазы. Первая, начательная фаза, то есть менеджер маст хэв. Маст хэв по-любому, потом как надо общаться с заказчиками, собирать требования, аналитика, это все. Опять-таки общение с аналитиками, смутнение, планирование. Дальше у нас идет что? Дальше у нас идет работа с командой непосредственно когда у нас началась разработка, исполнение, этап исполнения проекта. Общение с командой, да, в какой-то степени это контроль, но в то же время это общение с командой, мотивация, это митинги, это опять-таки общение периодическое. Надо запустить этот процесс, дополкнуть его. Да, Вначале наибольшие усилия, а потом поспадающие идет к самому. Знаете такую штуку маховик? Запустить? Да. Помните в разных исторических фильмах старых такой штырь, вот к нему колесо и такие булоки или кто там они толкают это колесо и там вода добывается откуда-то и камешафта подымается еще что-нибудь. Такая мускульная сила. Вот маховик это похожая тема, она на такой штырье плоский, здоровенный, тяжеленный какой-нибудь блин, и мы его толкаем и медленно получается, потому что он тяжелый. но фишка маховика в том, что вот сколько мы энергии приложили, вначале хоть он и медленно идет, он эту энергию накапливает, потом мы толкаем сильнее, ну мы не сильнее толкаем, мы толкаем так же, а часть энергии там уже есть, и он начинает крутиться быстрее, еще быстрее, потом он разгоняется очень быстро, то есть энергия внутри есть, и нам уже почти не надо его толкать. Вот менеджер вначале с командой, примерно как вот с маховиком таким, он вначале ее начинает толкать, он тратит кучу своего времени на сетап всего, процессов, про людей, пообщаться с заказчиком, ну попробуйте дом с нуля построить, да, а потом там где-то подкрасить, это уже минимально, когда уже все окей, то есть вот вначале нужно много замолвить своего времени туда вбросить, чтобы этот маховик начал раскручиваться, потом, когда он уже поехал, надо иногда только подталкивать, как эту, качельку, карусельку крутили, да, вначале разогнать ее тяжело, потом, когда она крутится, детки там колбасятся на ней, да, мы только подталкиваем ее, она себе едет, так и проект, то же самое, то же самое, вы, когда все засетапили и все в принципе окей, ну плюс-минус вы там поддерживаете это дело, да, вы только иногда подталкиваете и приходите там, пенигуете, ну что, все хорошо, да, надо чем-то помочь, не, окей, спасибо, я пошел. А потом в середине оказался, что пропаганды с архитектурой и все по-моему. Значит, вы фигово вначале что-то сделали. Вот, и либо в момент контроля вот этих подталкиваний вы что-то не учли, что-то с людей не считали, что-то не проговорили с ними, или они вам не, ну, там много нюансов, они вам что-то не сказали, вы на недосказанной информации, на неполной построили неправильные решения свои какие-то, ну и дальше это ведет хуже-хуже-хуже-хуже-хуже. Вот. Но я к тому, что большинство сил и времени мы тратим вначале обычно очень много на запуск. Вот. Дальше проще-проще-проще, а в конце? А в конце собрали... А в конце заказчик говорит, а я не этого хотел, да? А ты ой, да, у кого я буду? Я вот записал и так, сработал и так. Вот. Если заказчик в конце говорит, я не этого хотел, вы вначале фигом что-то сделали. Акцептанс-критерий надо спросить вначале. Дорогой заказчик, ты как будешь принимать нашу работу? Я знаете, как вот... Хотите... мне тоже совет, когда устраиваетесь на работу? Вот рекрутеры, ну не знаю, как рекрутеры, но те, кто нанимают, очень любят этот вопрос, любят в кавычках. Вот. Но без него очень сложно. Я люблю задавать такой вопрос. А когда мне его задают, вообще прекрасно. Алексей, скажи, что надо делать, чтобы ты считал, что я хороший менеджер? Вы готовы на него сейчас ответить? Представьте, что вы нанимаете менеджера. Вот приходят к вам, говорят, скажи, что надо делать, вот вы меня нанимаете, я вам этот вопрос задаю. Что надо делать, чтобы вы считали, что я хороший менеджер? Ё-моё, я не знаю, к работе работает. Ну, то есть, неформально. Вот так и заказчик. Когда вы его спрашиваете, дорогой заказчик, скажи, что надо, чтобы в конце ты сказал, что проект офигенен? Вот когда он вам перечислит менеджер, смарт, все эти штуки, тогда в конце не будет проблем. Очень просто, но сложно. Вот. Соответственно, где менеджер, ну, назовем это так, если он все правильно толкнул в начале, где ему легче? Проще всего. Не, ну, в конце, где-то в середине. Между серединой и концом, но не в конце. В конце все равно что-то появится, что-то всегда появится. Вот. Оно и в середине появится, и в начале, ну, то есть оно рандомайзенно так появляется. В конце больнее. Вот. Но в середине, да, в конце просто больнее и дороже это исправлять. И, в общем, а мы же люди, мы же не роботы, ну, не то, что, знаете как, мы не факапим намеренно. Вот. Мы, ровно потому мы и люди, что мы способны что-то не заметить. И это ок. Проблема в том, чтобы то, что мы не заметим, не проблема, не правильно. хороший менеджер, он не тот, который не факапит. Знаете чем? Умный человек отличается от очень умного. Да. Это как хороший менеджер от очень хорошего менеджера. Вот чем? Можно? Он делает мелкие ошибки и не ошибается в конце. Хороший менеджер не делает ошибок на протяжении всего всех дороги, но в конце пока полный. Я слышал такую версию про умного и очень умного человека. Умный человек легко выходит из тех ситуаций, в которые очень умный просто не попадает. Вот так примерно и с менеджером. Вот очень хороший менеджер, он, наверное, не зафакапит. Но обычно мы не такие, мы просто люди. Поэтому, если мы уж где-то что-то не то сделали, наша классность, сеньорность, как хотите, она заключается в том, чтобы вот это не то, адекватно и правильно исправить. То есть вопрос не в том, чтобы мы не делали ошибок, а в том, чтобы мы правильно их исправляли. Поэтому в процессе жизни проекта мы можем делать ошибки. Мы люди, не роботы, это нормально. Не нормально было бы, если бы мы эти ошибки не исправляли. Так что да, менеджер где-то, ну, здесь лишь он там расслабляется все эти проекты. Нифига, ему не дают. Но у него появляется свободное время. И вот если нарисовать вот эту шкалу, да, такой провал занятости времени менеджера, то вот этот провал, когда он меньше всего занят, это в середине, ну, примерно. В этот момент идеально взять другой проект. Вот в этот момент. Начало другого проекта. Потому что если у вас вот эти шкалы совпадут пиками, беда вам, бессонные ночи, звонки по телефону в любое время, факапы примерно похожи, потому что наложилось, а там, знаете, как спираль смерти такой термин? Это вот когда вас затягивает в такой водоворот, потому что я вначале что-то не успел сделать, попросил заказчика репорт отправить не сегодня, а завтра. Пока я закрывал какой-то баг, ко мне прилетело что-то еще. Я не успел отправить репорт и не успел пофиксить это что-то еще. Число ошибок начинает множиться. Потому что я не пофиксил это второе. Ко мне оно цепной реакцией зацепило, знаете, как карточный домик кружится. Вот. Вот это примерно эффект вот этой спирали смерти. То есть, когда вы не успеваете одно, оно тягет за собой второе, третье, ошибку четвертую, пятую. И в итоге вы такой, блин, я же классный, я же профессионал. А все валится из рук, все провокаплено. Вот просто все. Вот это вот она. Для того, чтобы этого не происходило, желательно не накладывать фазы проекта в одинаковые, ну, начало и начало проекта, да. Концовка и концовка проекта. Желательно пытаться делать так, или брать проекты так, чтобы эти фазы не накладывались. Одновременно с этим вы получите бенефит с похожими и непохожими проектами. У вас, даже если проекты похожи, но фазы не накладываются, а на разных этапах вы их взяли, у вас даже похожие ошибки будут в разное время приходить. Ну, ошибка спецификаций и ошибка там тестирования, или там тестировщики заболели. У вас, это совершенно разные решения этих ошибок, правильно? Этих проблем. Заболели тестировщики. Ну, слава богу, что хоть по одному проекту. А не по всем трем сразу, да? Понимаете? Вот. А есть у меня проблемы со спецификациями. Ну, наверное, аналитиков надо каких-то что-то напрячь. Ну, заболели аналитики, у нас тут эпидемия. Ну, это по одному проекту, а по другому они раньше уже все успели сделать. То есть у вас не будет этого фокусного такого фокапа сразу на все. То есть вам, если уже придется что-то разгребать, то хотя бы по одному проекту. Только потому, что фазы разные. С этим опытом. По поводу участия менеджеров в разных фазах проекта, это же самое можно принципиировать на ресурсы, когда в разных проектах какие-то те же ресурсы нужно задействовать, это можно вот их по фазам. Вот если фазы разнесены, тогда все классно. Да, да, да. Но я бы, знаете как, здесь, опять же, не тема все-таки мастер-класса. Я к чему хотел, о чем я хочу сказать. Знаете, когда команда работает в одном проекте и только в одном, неважно в каких работах в проектах менеджер, команда работает в одном проекте, у нее создается некая атмосфера, это мы, и мы вот свои, и вы-то можете микроклимат выстроить какой-то, даже если вы только одной ногой в этом проекте. А когда команда размазана по разным проектам, вот этого Team Spirit не получается создать. А это напрямую аффектит производительность людей. Поэтому, ну, то есть, если нет, у вас нет пауэра, у вас нет возможности делать на каждый проект свои, даже мини-командочки, чтобы они, главное, не перебегали, вот все время не тусовались, ну, ок, нет возможности. Но если есть возможность заинкапсулировать команды на разные проекты, сделайте, вы повысите эффективность их работы. С другой стороны, какой минус здесь? Когда, ну, на каждом проекте нужна команда из кого? Из всех. А если, там сейчас фаза разработки, там аналитик сильно нужен? Он нужен, но минорно. Он нужен, если вопрос появится. Поэтому этот вопрос, условно, насколько вы можете нагружать свои ресурсы, вот людей, в отдельных вот этих проектиках. Поэтому часто миксы происходят. Аналитик здесь свободен, иди поработай туда. Тестировщики тут пока свободны, ну, там, на 20% нагружены, да? Пусть попишут тест-кейсы туда, и там потестируют что-то еще. Либо автоматизируют что-то еще. Так же самое и разработчики. Точно так же. Ок. Хорошо. Значит, что мы пишем? Фазы проекта разные. Желательно. И тут мы потихонечку приходим к вопросу делегирования. То, чего я пока избегал специально, ну, просто, чтобы мыс не возник в головах, у нас есть в зависимости от комплексити, в зависимости от стейк-колдеров, ну, как устроено общение с ними. Похожие, непохожие проекты и разные фазы проектов. Теперь возьмем делегирование. Я еще хотел бы назвать это делегирование не делегированием, потому что это слишком общий термин, а как backup persons. Вот так, через слэш или как дом. Ну, как вольт. Не воверсанц. Ну, сейчас расскажу. Сейчас будет понятно. Смотрите, в чем дело. Знаете, вот такая шутка есть. Самая главная проблема менеджера не в том, что люди смертны, а в том, что люди смертны внезапно. Человек, он такое существо, что он внезапно раз и заболел. Менеджер, он тоже человек, как бы это странно ни звучало, он тоже может заболеть. И если менеджер заболел, а в тех проектах, которые вы, менеджер, ведете, некому подхватить хотя бы временно, хотя бы в полсилы вашей активности, что произвел с проектами? Капец. Будет большой капец. Они все три встанут, или N, 10, сколько вот их есть, вот все встанут. Просто потому, что менеджер по своей натуре все замыкал на себя. Такой bottleneck создал. И коммуникации. С одной стороны, это хорошо, когда заказчик через менеджера общается. И так и должно быть. Но у менеджера должен быть бэкап-персон. Должен ли это быть бэкап-персон один на один проект? Может ли это быть... Ну, вот смотрите, к чему я веду. Например, вот, допустим, вот у меня есть проект А. Там 20 человек работает. Допустим. Я вот побывал здесь на мастер-классе, услышал про бэкап-персон, я прихожу и думаю, так, мне нужно выбрать кого-то одного, кто будет меня заменять, когда я буду в отпуске. Логично? Ну, проект же должен двигаться, пока я в отпуске. Я же хочу в отпуск. Я хочу в отпуск. То есть, независимо от того, должен двигаться проект или нет, но все-таки я лояльен к заказчику, я хочу, чтобы он двигался. Вот. Я начинаю искать одного человека, кто заменил бы меня, пока я в отпуске. Это хорошая стратегия? Не совсем. Нормальная. Она имеет свои минусы, свои плюсы, а есть лучше. Разная функция, могут выполнять разные люди. Вот. Я могу, да, часть своей функции передать нескольким. Могу. У меня, допустим, 20 если человек, сколько там, команда 7 плюс-минус 2, там, а-ля по скраму рекомендуем, я не знаю, да, сколько у меня получится лидов этих команд. Три, да, минимум? Ну, пусть их будет три. Я могу вот всем трем одновременно передать часть своих полномочий. Одному кусочек, другому кусочек, и третьему кусочек. Причем, зная профили этих людей психологические, различными тестами, я могу предположить, хоть они у меня, в принципе, одинаковые потоки разработки занимают, там, под командочки, да, например, первый из этих троих хорошо общается с людьми. Я могу ему передать все свои полномочия про людей, про всех-всех людей. Могу. Второй отлично делает репортинг. Вот он по профилю личности его, это еще и кайф приносит. Я ему вообще весь репортинг отдам, но это не значит, что он будет его делать. Все трое будут делать, просто он будет проверять в конце. Понимаете? И слать заказчику репорт именно он будет, по всем трем под командам, как будто от меня. А третий, ну что третий может хорошо делать? Проходясь к нам. Ну вот, выгнал уже. А третий, например, знаете, такой аналитические скиллы у него, какие-то организационные. Он умеет видеть картины целиком, какую-то, да, вот, интеграционные какие-то скиллы. И он понимает, что если сейчас этот таск переназначить вот туда, то все пропало. А если сюда, то это хорошо. Вот я ему отдам какие-то скиллы делегирования в плане распределения приоритетных задач, еще чего-нибудь на все такие под команды. Хотя внутри они рулят, как и рулили. То есть, зная типы своих лидов, ну, если мне повезло, они реально разные, да, я раздам им часть своих полномочий, но вот так точечно. При этом их полномочия остаются. То есть, делегирование в контексте backup persons, если я ушел в отпуск, заболел, то это, у меня всегда есть кто-то, кто-то хватит, причем фулл стэк моих обязанностей. Ну, за исключением, наверное, а что я не смогу им передать, кстати? Деньги. Это раз. А что еще? Ну, нет, правильный сус, я не могу, деньги не могу передать. Подожди, правда, есть. Чего? Подожди, мы придем сейчас к этому. Что еще, кроме денег, я, ну, я, наверное, могу, но не стоит, наверное, им это задать. Тача, которая подключила лично. Сори? Задача, которую поручили лично вам. Лично мне? Не, могу, могу. Ну, если я заболел, ну, что теперь им стоять, этим задачам? Ну, я же могу попасть в больницу случайно. На всех. Слышается? На всех. Стресс-тресс. Ну, да, но нехорошо перед заказчиком. То есть, задачи надо умочь, чтобы они не стояли без меня. Это нужно. Что еще, кроме денег, ребят, кому было думать? Не только мне сегодня говорить. может быть, сащих производствами, да. Это близко к деньгам. Знаете, что нельзя? Ну, не то, что нельзя, не стоит передавать. Фидбэк-планки. Вот они, стейкхолдерс, работу с заказчиком. Коммититесь вы. Если ваши подчиненные закоммитятся от вашего лица к заказчику, вам может быть очень больно. Вам придется соблюдать эти коммиты. Да. Я не совсем понял разделение. Хорошо, две недели, нет, не заболел, там отпуск, машина сбила, там лежит в больнице месяц, а заказчик все равно будет общаться с командой. У него, если хотелось, общение, ок. Коммиты, не ок. А что под коммитами подразумевает? Ну, например, significant scope change. Ты позволишь тем лиду коммититься на significant scope change? Я реально не уверен. Нет, возможно, мой тем лид настолько senior уже enough, что да. Но это очень стремно, знаете, очень скользкая дорожка, потому что вы, когда вернетесь, вам придется эти коммиты выполнять. Вы не можете сказать, это не я. Хотя это были и не вы. Вы не можете этого сказать. Это про ответственность, чтобы Саша попался. меня сейчас троллить. Сейчас мы придем. То есть, а вас нет. А кто должен этот сектор выполнять? Деньги и кастом. Кто есть? Лидам нельзя? Кому можно? Может быть, если кто-нибудь это участвует? Да ваш начальник есть. Ваш начальник еще есть. Ему можно. Ему можно это отдать. Вряд ли и он и вы одновременно оказались в больнице. Вряд ли и он и вы одновременно ушли в отпуск. Вряд ли. А вот на машине едут. Ну, да, так бывает. Но тогда есть какой-то emergency case, то есть оно совсем все не нужно упасть даже в отпуск. Копаратив. Копаратив. Доехали вместе. возвращались к корпоративу и на тебе. И жили. Ну, это совсем друг на друге. Наверное, да, это успех. Наверное, да. Ну, в общем, смотрите, часть вещей, которые вы не можете отдать вниз, вы можете отдать вверх. И иногда, редко, но иногда вы можете отдать вбок. Соседнему проект менеджеру, который на время вашего, у меня таких кейсов были, на время вашего, например, отпуска приглядит за вашим проектом. Это уже зависит, может он или не может, от различных ваших процессов в организации. Это редкий кейс достаточно. Чаще просто уководители отдают это и все, потому что он так или иначе в курсе. Ну, сетапов, проект, что там происходит. На высоком уровне он в курсе. Вот. Когда бывает кейс, когда вбок отдают. Например, в одной компании, где я работал, была достаточно хорошо построенная PMO, и сотрудники PMO, менеджеры, были менеджеры Delivery, и были менеджеры в PMO, несколько человек. Менеджеры в PMO могут прийти в любой проект, потому что он так или иначе собирал и контролировал их процессы, метрики, что-то еще. Он, не то чтобы он в курсе, рекординг, вид ли он, они собирали. Он так или иначе мог раскопать, он знал, где что лежит. И, в принципе, иногда не сильно сложные, не сильно комплексные проекты сбрасывались на время отпуска вот таким вот менеджерам из PMO, чтобы они это подхватили. Нормально, вполне работало. В то же самое время коммитменты эти менеджеры все равно не делали. Они просто, знаете как, держали на плаву, но ничего нового там не приносили. Это вполне ок режим для такого вот не дать утонуть. Ну вот. Так, backup person. Хороший момент про backup person нужно сказать еще один. Вот скажите, наверняка у вас в командах или в соседних командах вы сталкивались с людьми, которые старались стать уникальными специалистами. Да, конечно. Ну, это же какая философия. Я уникальный специалист, поэтому меня не уволят. Правда? Давайте мне на 2000 баксов больше. Ну, это ты загнул. Не обволим. Ну, на самом деле, да, то есть человек дополнительно гарантирует, он лоялен, хорош, сеньорин и нав, достаточно, но старается стать уникальным специалистом, потому что это еще один дополнительный, как бы, плюсик в его личную, в его голове, так кажется, форму, что его не уволят. Правда? Он себе еще более стабильность обеспечивает. Это хорошо или плохо? Плохо. Почему? Хорошо, плохо для кого. Плохо для кого. А, ну, давай обсудим. Хорошо, все. Я все по себе на родину. Я думаю, что она это позволяет. Точно. Почему? Ну, потому что, если он в больницу, этот уникальный специалист, то нашему проекту капец. Я перефразирую. Нам же становится управляемым, а не управляющим. И да, и это в том числе. То есть он позволяет собою манипулировать таким образом, шантажировать, я не побоюсь, этого слова, да, потому что тот человек получает большую власть, чем, в принципе, надо. Когда мои коллеги-сотрудники приходили ко мне и говорили, Леша, а я, знаете, у меня было два темпляда таких классных, реально классных. И они четко, здоровенный проект, здоровенный, и они четко разделили ответственности. Один знал одну большую часть, другой знал другую большую часть. Причем они еще и были разными по технологиям. Один классно знал Java, другой классно знал Oracle. Oracle с Java был мейнсет всего нашего аппликейшена. И они вот вдвоем шикарно дополняли друг друга, управление командой, закрывали. Когда меня не было, они вдвоем были один менеджер. Вообще прекрасно было. Но, когда один из них хотел уйти в отпуск, наступало 50% актунга наступало. Потому что второй не мог перекрыть первого. И наоборот, когда второй уходил в отпуск, наступали другие 50% актунга. Потому что тот тоже не мог перекрыть его. когда я эту ситуацию пришел, увидел этот сетап. Сетап хороший. Ну, в плане при минимуме людей, это рабочий сетап, потому что, чтобы его дополнительно усилить, стабилизировать, нужно еще кого-то приобрекать из этих людей. «Ребята, я вас в отпуск не отпущу». «Как?» «Ну, смотрите». «Ты уйдешь в отпуск, проект ухана». «И ты уйдешь в отпуск, проект ухана». «А что мне делать?» «А какие есть варианты?» «Ну, смотрите, вы должны себе сделать бэкапперсонов. Причем ни одного, вот ровно то, что я рассказывал сейчас про менеджера, двух, трех. Вот вы, говорю, должны сделать себе то же самое». Они сделали двух, каждый по двум, трем бэкапперсонам себе. И за 4-5 месяцев, ну, сейчас где-то такой срок получился примерно, им потребовался, они сбросили им свои знания. Ну, понятно, что они стопроцентно, там, долгий сеньоритий уровень нужен был. Но, по крайней мере, когда они уходили в отпуск, у меня уже оставались двое-трое их подчиненных, которые могли подхватить их функцию. Но порой не было. Да, как минимум. Ничего нового и сильно суперсложного эти подчиненные прямо вот сейчас так порешать не могли, но этого и не требовалось. Держали на плаву. Да, они вполне держали на плаву. Даже если они, ну, знаете, человек в отпуске, прилетает заказчик, говорит, нужно срочно оценить вот такой-то большой, очень-очень важный тикет, который все одобрили и надо всунуть в скоб. А у меня нет этого человека с собой. Вот здесь, он в отпуске 5-ти недели. уехал на лыжи кататься перекрыт. То есть, в принципе, это наружение. Если может, это классно, если может. Ну, вообще, хорошо бы строить таким образом, чтобы все они друг друга перекрывали. По сути, это вот такая топология кольцо, где у нас одна единица может и туда, и туда прикрыть. Это термин, знаете, ну, я не сторонник джайла, скажем так, того, кто понимает невыкопным, ему сейчас тут пропагандируют вообще. Но есть такой термин обту, это бас-фактор. Слышали? Ну, не все. Бас-фактор это количество перекрытий. Вот смотрите, например, у нас есть отряд спецназа, 10 человек. Этот отряд эффективно выполняет свою задачу. Под отрядом можно представлять нашу девелопмент-команду. Если трех из них убьют, в нашем реальном мире заболели люди, способные оставшиеся семь также без потери эффективности, это важно, выполнять ту самую задачу, которая была. Если да, то бас-фактор вот такого типа, да? И чем больше людей исключаем из команды, например, если пять исключаем, то бас-фактор один в двух. То есть, соответственно, у нас каждый заменяет какого-то другого. Если каждый может заменить трех людей, это еще круче. Понимаете? То есть, бас-фактор уже три. Четырех людей уже четыре. Значит, а ты кажешь для сих трата эффективности, да? Она будет понижаться, потому что он не разорвется. Но задача все равно может быть выполнена, все еще может быть выполнена. А когда у нас, например, представьте табличку, допустим, смотрите. Там не потеря эффективности, а потеря способности. В ручках у вас люди идут, а в столбиках у вас идут скиллы, необходимые для выполнения задачи. Например, мы идем в поход. Нам нужен кто-то, кто умеет разводить костер, мы предположим, это отдельный навык, ему очень сложно научиться. Кто-то, кто умеет ставить палатки, кто-то, кто умеет готовить еду, кто-то, кто знает медицину. Допустим, вдруг температура у кого-то, змеялку всего. Мы эти скины пишем в столбик, а дальше каждый участник нашей команды, кто с нами идет в поход, в этом кубике на перекрестие ставит плюсик, это классно делать тремя стикерами, красный, желтый, зеленый. Красный не умею, зеленый точно умею, а желтый примерно что-то где-то я слышал об этом. Такой себе градацию. И если у нас в каждом столбике только один зеленый, это значит, что если этот человек выключится, то капец. Правильно? Вот бас-фактор это повышение вот этого зеленого в столбике. Чем больше людей знают какой-то навык, тем стабильнее мое деливери. Вот если просто. Соответственно, как я смог замотивировать, назовем это так, убедить, заманипулировать этими двумя этих людей, чтобы они начали делегировать бэкапперсонов и себя внизу растить. Я говорю, я вас в отпуск меня внущу. Они такие, ну ты же смотри, ты же как только получишь наших бэкапперсонов, ты сможешь нас уволить. У нас достаточно доверительные отношения были, они могли мне открыто спокойно такое заявить. Я говорю, ребят, вы же понимаете, что на самом деле, если не дай бог у вас не будет бэкапперсонов, это как раз и будет причиной, по которой я вас уволил. Потому что, ну, я заинтересован в стабильном проекте, мне выгоднее тогда вас уволить нафиг и нанять кого-то или вырастить из ваших подчиненных, кто даже сам, но разберется. чем держать вот эту постоянную зону риска, что вас завтра не окажется и у меня поломается все, и мои коммитменты, мои персональные коммитменты заказчику поломаются. Но, говорю, теперь внимание, интересный нюанс. Как только у вас появляется бэкапперсон, какой бенефит вам открывается? Нет, вас могут теперь повысить. Потому что ни один вменяемый руководитель не повысит человека, потому что если я его повышу, у меня тут дыра образовывается. Эту функцию выполнить некому, а мне, как руководителю, надо, чтобы она выполнялась. Так как же я повышу этого человека? Никак. Понимаете? Соответственно, так ему было донесено. Поэтому и у вас в том числе бэкапперсон и мастхэв. Не только потому, что вы можете заболеть, вы же, наверное, хотите повышение, правда? Ну, я надеюсь. Вот. Без бэкапперсонов ни один вменяемый директор вас не повысит. Никогда. Потому что он не заинтересован, чтобы ваши проекты упали. Это и его коммитменты в том числе. А зачастую еще и его KPI. Вот. Бэкапперсон. Теперь, так, что у нас остается? полчаса. Прекрасно. Так. Теперь. Теперь, теперь, теперь. Ага. Еще два, как минимум, момента. Короткие проекты. Значит, смотрите, что я рассказал. Короткие проекты с высокой неопределенностью. Ну, так или иначе, комплексити, стейп-колдеры, да, ну, мы поговорили. Удаленные команды пока позже. Project amount максимум. Понятно как. Вычисляется. Ресурс конфликта обсудили. Делегирование и распределение ответственности только что обсудили. Но это все недостаточно. Сейчас мы придем к удаленным командам. Даже не только к удаленным, а распределенным командам. Представьте себе, у кого больше одного проекта? Прекрасно. А как вы управляете? Как вы знаете, когда релиз по такому-то проекту? Снизу. В Outlook всплывает напоминалка? Как? Через... Сори, сори. В лучшем случае изначально планировать. Изначально планировать. Ну, условно, смотрите, предположим, у меня три проекта. Красивая, любимая цифра. В эту пятницу релиз в проекте А, во вторник пререлиз какой-нибудь беты на QA-сервера проекта Б, а через две недели продакшн проекта С. Вот как я помню эти даты? За счет чего? Ну, ну, давай вот в реальность. Вот, где то место, за счет которого я, даже если я заболел, пришел мой помощник и он открыл, напилил эти даты. документация есть. Где? Какая документация? В базе знаний. В конфлюенсе жандаты написаны? Что там? В конфлюенсе, например, даты написаны? Да, да, да. Например, либо пройдет план, да, либо, ну, не знаю, какой-нибудь документ, где это написано. Устав. Например, а если оно менялось, то устав обновлялся адекватно изменения, чего, кстати, не делает 99% людей, менеджеров, в смысле. У нас часто меняется в процессе проекта много чего, потому что открываешь, что там было в начале. Это не оно. Ну, в общем, у вас всегда, ну, есть или должно быть место, где лежат майлстоуны, дедлайны, какие-то значимые события, релизы, планы, даты, как минимум, всех этих событий. Желательно в одном месте. Я это называю некий дашборд. Дашборд, где на одной страничке, неважно чего, конфлиенса, project plan, Microsoft Word, Excel, вот чем оперируете, вот тем и хорошо. Где на одной страничке у вас все планы перед глазами, всех проектов, в столбик, в строчку, вот как вам удобно, пока есть, со всеми монстоунами, с разными цветами, с разными значками, чтобы вы, только глянув, понимали, что вот это UIT, релиз, а это продакшн релиз, а это просто итерация очередная какая-нибудь, или еще что-то, чтобы вы понимали разницу между тем или иным монстоуном на таймлайне. Причем, Microsoft Project, например, и ему подобные тулы, в данном случае делают вам только хуже, чем лучше. Знаете почему? Там много других деталей, которые нам не надо, для дашборда оно не надо. Нам было бы неплохо, если бы из этого Microsoft Project можно было бы, ну, там можно отфильтровать, конечно, и вьюшечку построить, но это дополнительный эфорт, каждый раз. Было бы намного легче, когда это такой, знаете, какой-то браузерный конфлиенс, только с автоматом генерирующийся постоянно. Ну, я поддерживаю просто файлик, просто вердловский файл с табличкой, обычная табличка с датой. В конфликсе можно настроить? Можно в конфликсе. Да, да, да. На кселе можно, там, где более можно заводить. Причем, я просто по колонке, я просто вижу, я просто вижу, сколько у меня, знаете, когда цветом оно покрашено, когда у тебя остается там меньше недели, месяц остается, до, у тебя кондишенов форматинг, например, и он тебе подкрашивает нужным цветом. И ты сразу понимаешь, а, надо не забыть сделать по этому стриму активности какие-то действия. То есть, это, возвращаясь назад к комплексити, мы в самом начале сегодня заговорили про тайм-менеджмент, ну, очень гордно. Вы, когда управляете, ну, даже если одним проектом, у вас все равно какой-то есть, вы приходите и составляете план на неделю, на день, что вы будете сегодня делать, правильно? когда у вас три, четыре, семь проектов, вам же, вы ровно то же самое делаете, вы составляете планы, только по нескольким проектам сразу, правильно? И, очень неплохо понимать, какая из этих задач, которую вы в план накидали, важнее другой, и на сколько. О чем я говорю? Например, если я weekly report отправлю не сегодня, а завтра, это насколько страшно? Потому что лучше может быть я подготовлю релиз ноутс для заказчика, что будет на продакшене завтра, или weekly report по другому проекту, до которого релиз через месяц. Понимаете разницу? То есть, я, видя таймлайн на дашборде в одном месте, я могу оценить для себя, мне вот прям сегодня чем заниматься? Релиз ноутом и на завтра, или weekly report вдруг по каким-то причинам в мое время кто-то выжил. Так бывает. Соответственно, я должен как-то приоритизировать задачи, причем не просто приоритизировать, думая, что я их все успею. Мы же знаем, что жизнь это такая штука интересная, что не всегда у нас есть возможность успеть все, что мы запланировали сегодня на день. Правда? Почему? Ну, в общем, стоящее, потому что в течение дня к вам по-любому прилетит какая-нибудь фигня, которая начнет выедать время, а вы это время запланировали на другие задачи. Например, у вас 8-часовой рабочий день, кому повезло? И вот вы эти 8 часов запланировали, все 8 забили задачами и начали, значит, пришли с утра и начали их делать. По одной все по уму, четко, по плану. И тут, делая третью из этих там энзадач, к вам прибегает заказчик, звонит, пишет и говорит, срочно, немедленно, у нас там катастрофа, давай. Ты бросаешь свою задачу и идешь что-то делать. Ну, или еще что-нибудь происходит, это лог. Так бывает, это нормально. Соответственно, по уму нам нехорошо, если мы делаем 8 часов, забиваем. Нам надо буфер оставлять какой-то, да, резерв. В этот резерв мы всунем эти новые адхок прилетающие задачи и реприоритизируем имеющийся список. А если у меня нет дэшборда, вот такого, на все мои энд-проектов, то я реприоритизируя список, у меня буфер есть, адхок что-то прилетело. Как я знаю, что бросить? Вот что я не буду сегодня делать? Не имея дэшборда, мне нужно потратить дополнительное время, чтобы понять, что бросить. А так я глянул и сразу понимаю. То есть я сам себе экономлю время, силы, и мой скилл принятия решений намного выше и качественнее, чем когда дэшборда нет. Понимаете? Держать в голове постоянно, помнить все мейлс-тоуны, кому ты что обещал, человеческий мозг не умеет. Какой бы вы скилованный не были. Закон названия сайта для бухгалтеров, там где есть таймлайминг. Я не знал. Таймлайминг. Там такс. А там написано куда-то какие отчеты попадалось. Вот это типа того. Вот вам нужен какой-то дэшборд упрощенной диаграммой ГАН. А не то, что упрощенная, скорее, чтобы ты мог туда сам поставить дополнительные таймлаймы. Для себя. Поможет еще, знаете что? Мне очень помогает в Outlook всплывающий ремайндер. То есть я сам себе, зная, что вот, например, на следующей неделе в среду мне нужно отправить заказчику что-то и я знаю, что вот делать это что-то мне там 30 минут. Я в понедельник букаю 30-минутный слот в Outlook сам на себя. Workplace пишу там мой собственный место. И этот task называют сделать что-то там для заказчика. Наступает понедельник я 100-500 раз забыл уже про эту задачу потому что у меня N проектов было каких-то там что-то везде происходит и тут Outlook мне говорит тадам а у меня еще вторник есть если что. Вот это те самые резервы буфера вы оставляете при правильном планировании у вас не будет ну или вы идете к минимуму unexpected какие-то вот такие крэши которые будут у меня там то-то мне надо срочно то-то кому поручить не знаю за что хвататься не знаю вот вы вот это все сведете почти в ноль такого почти не будет происходить если вы правильно заранее хотя бы на неделю вперед начнете думать что вас может там ждать и будете оставлять резервы по времени и будете помнить видеть дешборд и помнить что у вас там через неделю что-то еще очень легко когда у вас больше одного проекта очень легко забыть о релизе об обещанном заказчику отправке отчета или документа очень легко забыть и не надо об этом помнить для этого у нас есть машинерия а-ля аутлук всплывалки напоминалки все что хотите вот и пользуйтесь ими в то же время помню про дешборд и возвращаясь к нему смотря на него и проверяя себя не забыл ли я чего может мне нужно что-то еще добавить что-то включить в план свой на неделю вперед как минимум лучше конечно горизонт планирования делать больше чем неделя тогда вы ну а какой кстати горизонт планирования при 3-4 проектах вы бы считали окей по полгода по полгода по полгода по полгода ну допустим по полгода ну примерно то есть я скажем если мне 4 проекта я каждый из них на месяц вперед должен рассчитать то есть если используется там например тот же скрант итерационный подход можно планировать то есть вот у тебя есть начало этого спринта и следующая спринта то что ты планируешь себе на этот спринт тут процентов 70 ты оно здесь у нас будет за следующий мы не больше пятидесяти обычно вот примерно на 2 спринта планируют две недели спринт в месяц знаете есть такая да правильно я хочу только доработать напитником чуть-чуть еще дополнить тут такой момент что чем ближе по времени вы планируете тем детальнее это стоит делать чем дальше в будущее тем менее детально это стоит делать но все равно стоит почему потому что я сегодня находясь и сегодня не знаю что будет через неделю примерно знаю а реально это будет немножко по другому а через две недели тоже примерно знаю но сильно по другому а через месяц совсем не так как я думаю сейчас да я окс две недели я просто к тому что если только три недели ограничиться я бы на самом деле еще и месяца на два вперед вот такие хайлевельные вещи спланировал потому что я все равно примерно знаю релизную сетку я примерно знаю что хотел заказчик с продакшеном там я примерно эти вещи знаю деталей уже нет и не надо а детально на неделю по-любому надо на две чуть менее детально на три вот те самые ресурсы кто куда да но может очень сильно зависит от активности на проект если это проект на поддержке например на комплексе да 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 то там можно хоть на год запланировать у тебя будут четко там еженедельные релизы вероятность того что наш план окей процентов выше восьмидесяти будет она не будет сто но она будет высокая да очень depends от проекта если это проект живая разработка чего-нибудь то ну наверно насильно долго не получится боже сколько раз я слышал такое такой простой проект такой простой проект хрят три человека в больнице поменялась законодательство туда-сюда и сидит человек такой ну бляха ну этого не может быть ну конечно не может быть может да окей с дашбордом понятно есть еще я так все все хожу от удовенных команд и это не есть ну потому что Давайте про ответственность. Она, потому что очень в контексте с делегированием и с делегированием в том числе. Про ответственность просто. Сложно, но просто и коротко. Ответственность это, я очень люблю метафору, она как улыбка. Вы когда улыбаетесь, вам улыбаются в ответ. То есть вы отдали улыбку, но от вас же ничего не было, правильно? Ну, вроде как. Наоборот, вы приобрели. Вот, так и ответственность. Вы тогда делегируете ответственность. Та ответственность, которая у вас была, она никуда не делась. Она ровно столько же, ровно так же у вас и есть. Просто теперь ответственность есть еще и у кого-то. Она размножилась. Какой это? Она размножилась. Многие думают, очень нерадивые менеджеры, что если я делегировал кому-то ответственность, я теперь за это не отвечаю. Так не работает. Спрашивайте с тебя. Так не работает. Так работает только у нашего правительства. В менеджменте в IT так не работает. Если вы кому-то что-то делегировали, у вас ответственность ровно в том же объеме и осталась. А по сути еще и даже больше стало. Потому что вы теперь паритесь еще и что тот человек сделает и как он хорошо это сделает. Вот. Поэтому, собственно, когда вы обеспечиваете работу backup person'ов каких-то, да, и делегируете задачи, вы должны всегда помнить, что те люди, которым вы что-то поручили, они способны, они способны нести эту ответственность, отвечать за нее. Они достаточно взрослые ментально, а не возрастно, чтобы отвечать перед заказчиком, пока вас нет. За то, что они сделали или не сделали. Ну вот, примерно так, с ответственностью. Так. Распределенные команды. Много проектов. Распределенные команды. Блин, не хочу об этом говорить. Смотрите, тут какой нюанс. Если у нас, опять вернемся к одному проекту. Если у нас один проект и распределенная команда. Это требует от нас, как и в случае с комплексом проектом, какого-то количества времени и сил, чтобы этот маковик распрутить. И из этой распределенной команды сделать хоть что-то подобие команды. Потому что люди, работающие в разных часовых поясах, например, в разных городах, иногда живьем друг друга не видели никогда. Иногда они слетаются раз в год в каком-нибудь там Турции, кьют водку, виски, whatever, все что угодно. Мы делаем вид, что это тимбилдинг, но на самом деле это фигня. Потом они могут быть и больше. Вопрос в том, что они все равно не команда после этого. И сейчас мастер-класс не про командообразование. Просто проблема именно в том, что эти люди часто не команда. Они просто люди. И вы, как менеджер, просто тратите х, н своего времени на то, чтобы этих людей скоординировать. Когда у вас станет больше проектов, чем один, и они, не дай бог, такие же распределенные, вам придется тратить столько, сколько проектов, умноженное на тот самый M. И это съест все ваше время ровно так же, как со стейк-колдерами, когда не каждый прибегает к вам. Вот эти распределенные люди, ровно та же схема работы, как со стейк-колдерами. Абсолютно та же. Соответственно, если вам повезло, и у вас в какой-то локации сидит больше одного человека, то делегируйте кому-то из них свои функции. Про ту локацию. Вам нужно сделать так, чтобы в каждой из локаций был ваш аватар-представитель. Как у Кэмерона. Как бы ваша авторизованная копия. Чтобы человек там, в локации, выступал мини-менеджером по каким-то отдельно делегированным ему полномочиям. Понятно, что не по всем. Ну, по каким-то. По тем, которые он способен выдерживать, знает, умеет и все остальное. Да. Вопрос не решает. Мой заказчик в Австралии, команда в Украине, в разных городах, я менеджер в Украине. И они у меня все удалены. Моя проблема, да, их удалены. Тебе надо ездить. И параллельно искать. Они же не по одному сидят, да, они как-то кучками? Нет, по одному. По одному. То есть, такие типа фрилансы. Ну, я тебя не забываю. Это просто, вот, знаешь, как, сейчас вижу, это тот момент, который ты, пока они не дорастут до определенной самостоятельности, дай бог, если они уже даны. А если нет, ты просто будешь тратить какую-то часть своего времени по-любому. И сэкономить здесь никак. Ну, вы. А коммуникации уходит очень много. Уходит безумное число времени. Поэтому это будет стоп-фактором, ну, ограничивающим фактором в числе проектов, которые ты сможешь взять еще. Не потому, что ты не сеньор, или там, ну, не можешь. Ты мог бы. Но в таком сетапе уже просто времени нет. Да. Просто хотел дополнить, что, ну, в принципе, в продуктовой разработке довольно часто встречается, в последнее время особенно, ситуация, когда начинают искать специалистов, искать людей. Вот, находят нашу крутого программиста, там же Ау-Банни, где-то, а менеджер у них сидит где-то на Филиппинах, он пьет сок, там, со стаканчика, с этих зонтиков. Вот. А, соответственно, вся остальная команда где-то там, где-то, тоже распределена по всему миру, и у всех, ну, абсолютно разные числые пояса. То есть, и при этом люди делятся на конференциях, там, на каких-то выступлениях своим опытом, говоря о том, что, ну, вы знаете, а это действительно круто. Вот мы так работаем. И вот иногда вот вроде понимаешь, что с одной стороны, вроде кажется фарсом, а с другой стороны, наверное, всё-таки они как-то научились, и что-то в этом есть. Ну смотри, просто это не тема, это про группу. Да. Вот почему я, ну, я не в смысле, что я хочу скипнуть эту дискуссию, там дофига чего можно разговаривать. Просто это не про группу проектов. Ну, потому что, проблемы, да, тупо одинаковые. Один у вас такой проект или Н, они будут просто одинаковые. И они не то, что масштабируются, они клонируются. Они абсолютно одни и те же, сколько бы у вас таких проектов не было. Поэтому распределённая команда – это не сложность группы проектов, это просто сложность любого проекта. Вот и всё. Ну, как-то так. Да, она есть. Да, с ней надо уметь правильно работать. Ну, не тема сейчас, просто вот, примерно так. Моя рекомендация – растить людей, если они по одному, чтобы они… Ну, знаете, вот… Чёрт, длинная тема. Смотрите, вот когда вы нанимаете людей, вы нанимаете человека только потому, что он знает Java, например, на нужном вам уровне. Нет. А почему? Важно соблюдать, что он хороший как специалист, то есть он умеет контролировать своё время. Правильно? Софт-скилы его какие-то важны. Правильно? Вот. Соответственно, если вы, не дай бог, или это вообще были не вы, вы пришли позже, кто-то нанял… не будем говорить упыря, нормальных людей, но недостаточно взрослых, умеющих, скилловых для работы в таком распределённом окружении, то вам придётся тратить своё время, чтобы этого человека подтянуть до нужного уровня адекватного данного типа работы. Либо менять, но если есть на кого. Обычно проще долучить, там потом это вдолгу, если мы работаем, это всё-таки выгоднее. Вот. Если эти люди уже good enough, ну чтобы вот так работать, то тогда вы за счёт именно их скиллов, а не своих, способны себя немножко разгрузить. Вот тогда надо с ними так и общаться. Делегируя им по чуть-чуть часть своих полномочий в принятии решений каких-то. Ну представьте, что у вас есть 100% силы, как в компьютерных играх такая полосочка, в принятии решений. И всё это у вас. Вот. И есть распределённая команда в виде там двух человек, один в одном городе, другой в другом городе. Вот. Остальные там сидят сзади вас там в одном же офисе. А вот те двое там, вы от своей полосочки в 100% можете одному дать 100 и другому дать 100, у вас 100 всё равно остаётся. Будет ли это правильно? Способен ли этот отдельно сидящий человек принимать решения на таком же уровне, как и вы? Вряд ли. Нет. Иначе бы он был в вами. Ну да. У него была бы своя распределённая команда. Возможно, так будет в будущем, но не сейчас. Соответственно, вы от этой полосочки в 100% некого power принятия решений, которые вы можете делать, вы даёте ему ту часть 10, 20, 30 N процентов, сколько он способен принимать и отвечать по той ответственности, которую мы обсудили. И вот он в рамках этих, сколько вы ему там дали, разгружает вас. Больше не получается. Постепенно он растёт, матереет, сеньореет, круче становится. И вы ему можете больше, больше, больше. Иногда почти 100% отдаём. У нас был случай, когда человек сидел в другой локации, но недалеко от заказчика. Он был разработчик там, сеньорный. Ну блин, заказчик через дверь. Логично, если этот человек ходил бы к заказчику, разработчик, и выполнял немножечко функции аналитика, бизнес-аналитика, и немножечко функции PM. Совсем чуть-чуть. Правда? Ну, он может коммуницировать с заказчиком face-to-face, а я сижу здесь и не могу. И может быть раз в неделю ходить. Может раз в неделю пиво с заказчиком пить. Это шикарный кейс, хотя он просто сеньор-разработчик, но он там постоянно сидит. Отдайте ему то, сколько он может тянуть. Ну тут, конечно, лояльность, все дела. Понятное дело. Отдайте ему часть этих полномочий, чтобы он мог официально это делать, официально общаться с заказчиком, потом звонить вам и опровить то, о чём он договорился. Понятно, что коммититься всё равно вы будете. Да? Понимаете, о чём мы говорим? То есть распределённые люди, сидящие даже по отдельности, вы вынуждены, если вы хотите освободить своё время, отдавать им часть вот этих вот своих активностей. Своих, не активностей, извините, power какого-то, принятия решения. Окей. Есть с распределёнными командами, да? Из этих я всё рассказал. Теперь, я чего хотел сделать? Я сначала думал сделать этот список, а потом... Нет, а вот так мы сейчас и сделаем. Мы сейчас сделаем одну такую штуку. Ну, мне нужен помощник. Ну, давай, please. Вот, давай здесь, подержи. Мы сейчас с вами напишем ещё один список. Вы же забыли, правда, что сейчас было там на зелёном, да? Вы же уже не помните? Ну, часть личности. Алексей, можно пока мы не перешли к этому? Да. Есть ли какие-то респекты, вовремя группой проекта, да? В плане, ну, поставили до нас тейк-фолтеров и посмотрели, а руководство своё? Или там ещё? Там всё то же самое, как с одним. Если твое руководство тебе помогает, да. Нет, нет. Беда. Должно помогать. Оно должно тебя поддерживать. Проблема масштабируется и успехи тоже. Всё, да. Всё одинаково с одним проектом. Тут просто планируешь количественно. Никаких специальных кейсов больше нет. То есть, если твое руководство... Ну, ты всё равно со своим руководителем общаешься. Должно. Если не общаешься, беда. Имеет смысл с ним общаться регулярно. Хотя бы раз в неделю. Вот. И не просто слать ему репорт, да. А общаться. Так вот, когда ты с ним общаешься, ты ему рассказываешь, если у тебя один проект. Ситуацию коротенько. Одним, двумя, тремя предложениями про один проект. Ну, когда у тебя есть N. Точно так же коротенько про N проектов. Только это будет ещё короче про каждый из них. Но суть ты рассказываешь. Ищешь SendRisks, рассказываешь. Какие-то потенциальные ГЭПы. Говоришь, смотри, дорогой. Если у меня не хватает ресурсов, да. То вот тогда встанет проект Bates. Ну, всё то же самое, как с одним. Никаких эксклюзивных моментов там нет. Окей. Вот. Единственное, что чем больше у тебя проектов, наверное, имеет смысл тогда эту длительность митинга с руководителем увеличить немножко. Непропорционально количеству проектов. Например, раньше было полчаса. Проектов стало три. Не три раза по полчаса. Нет. Не полтора. А, ну минут сорок может быть. Но всё равно больше, чем тридцать. Больше, чем было. Окей. Зачем вот это сейчас было? Вот это сейчас. Там список, который вы, надеюсь, плохо помните. про один проект. А сейчас я хочу от вас список. После всего того, о чём мы сейчас с вами поговорили. Какими скиллами и навыками, вот по-любому, must-have должен обладать менеджер, у которого больше одного проекта. Ну, тайм-менеджмент. Давайте писать. Так, тайм-менеджмент. Коммуникация. Высоке уровня. Угу. Планирование. High level of communication. Планирование, распределение ресурсов. Ты уверен, что без этого я не задаю ничего? Ну, планирование, мы о нём говорим. Планирование важно. Планирование группой тогда уже проект. Ну, оно проистекает, ну да, наверное, да. Да, то есть объединить планирование отдельных проектов в единую картину. Хорошо. Ну, в том же. Диригирование. 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 А вы отсюда, да, читаете? Конечно, да. Давай, это так. Думаю. Так, не смотрите туда. Включите воображение, представьте. Ну, вот контроль, чтобы определить, кто синусу зайдет. Скоп. Контроль. Мониторинг и контроль. Вообще, у меня есть руководство. Ну, не портят. Это без него нельзя жить? В любых проектов. Смотри, мастер. Он по-любому. Понятно, что... В чем разница между, типа, одним проектом и руководством? Я к чему веду. Вот смотрите. Мы же умные люди. Мы помним, там, любые методологии, там, PMBOK, Agile, Scrum, манифесты. Просто тупо лист, список soft skills, навыков, которые должен обладать менеджер. Их можно сейчас долго перечислять. Я веду к чему. Основное, что будет сделано, на что надо делать упор, если вам пришлось бы завтра нанимать менеджера, который бы управлял тремя, там, пятью проектами. Вы на что бы смотрели в первую очередь? Я, блин, на человека смотрел в первую очередь. Ну, честно, его soft skills. Ну, если он не подходит в команду всех трех проектов, то тяжелее его найти. Не по причине опыта или без опыта, он может быть студентом института. Если он окей, по soft skills, он подходит во все три проекта, он такой прекрасный. Да насрать на его опыту. А если он зафакапит? Потому что он просто не умеет. Ну, слушай, если он не подходит в проект, он зафакапит сто процентов. А студент может выиграть. Ну, и мне легче нанять двух студентов, которые как-то чуть поменьше зарплаты, а инфекционно перекрывают. Да, да, да. Быстро, дешево, да, или не качественно. Убирай любое. Я думаю, сразу варим. Студент закрывает все три. Вероятность провала проектов растет. Да, экспоненциальная. Хорошо. Без чего, ну, действительно, совсем. Вот вы собеседуете такого человека, представьте, да? И на что вот еще обращаете внимание? Опыт. В таких порядках. Опыт. Я не умею. Опыт нужен. Понимаешь, в чем нюанс? Когда ты ищешь менеджера в один проект, просто… Давай мы сделаем это майндсетом просто, и все. Давай я соглашусь. Опыт или что? Опыт тоже входит. А если софтскиллс и опыт в майндсет объединем? Вот вообще, да. Отлично. Давайте пишем хардскилл и сфолдскилл. И все. И больше нечего. Сделался еще. Не надо. Знание методологии разработчиков. Ты и все. Ну, я же не сделал. Так. На этом будем смотреть. Еще что-нибудь может? Может, такие хардскиллы какие-нибудь посмотрим? Ну, блин. Опыт. 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 Опыт в менеджменте. Это, ну… Ну, если брать внимание там тот же дешборд, то проще написать там еще тузы какие-то. Ну, это хардскиллы. Давайте туда просто сложим мысли. А я бы посмотрел, чтобы он не женат был, чтобы он по ночам работал. Это, мне кажется, самое важное. Ну, то есть, я не подойду, да? Извини. Блин. Хорошо. Может, где-то работать? А знаешь, вот если бы я нанимал такого человека, у меня был бы другой подход. Знаешь, вот если он работает по ночам, то в моей голове это плохой менеджер. Потому что он чего-то не так заменеджал, что ему приходится по ночам работать. Я… Подожди. Я был бы окей, если он по ночам работает только в начале, когда он въезжает в тему. Когда он еще не разобрался, когда ему ручинки еще правильно не встали, в данном конкретном окружении. Тогда ок. Ну… Ему кажется, обможливее спать у вас в этом ночам. Ты знаешь, ну, я не вижу проблем жена тому человеку працювать ночами, да, в каком-то небольшом промежутке времени. Это иначе не зависит от всех этих фактов. Знаешь, когда я пришел к своей жене, например, у нее дорогая жена, у меня не будет выходные, но будет плюс x денег. Ты как на это смотришь? Она такая… Ну, ничего так. Нормально. На следующие выходные тоже не приходи, да? Ну, то есть, понимаешь, всегда можно договориться. Пришли в x денег, а она сказала, где же выходные? Ну, это… Это окей, я знаю, что… Да. Да. Но это тоже можно решить. Тоже… Алексей, поначалу ты… Ну, сам начальник сказал, представляете, свои трендеры. Поначалу это надо увеличивать шефами не 40, а 45 минут и объяснять, что тестировщики в Австралии. Ну, такое… Да. Бывает там shift zone просто. И вы… Ну, с Америкой, например. Ну, сколько… В наши 4 часа вечера, у них 9-10 утра. И… И… И call, да, с такой побережья. И call с заказчиком в 6 вечера, в 7, в 8 вечера, в 23.00 call с заказчиком. Зато ты просыпаешься в 12. Ну, или в полчаса утра. Ну, такое, понимаете, это очень все специфик, ну, по-разному. Поэтому… Не обязательно работать по ночам… Когда говоришь, работать по ночам человеку, все думают, что он днем и еще и ночью работает. Не, он просто может только ночью работает. А днем он спит. Окей. Я так понял, креатив закончился? Да. Хорошо. Тогда делаем так. Здравствуйте. Спасибо. Нет, я хочу рядом просто повесить. Потому что нам этого уже не надо. Вот, мы поверим сейчас. А так, все. Вот. И сравним. Спасибо. Значит так. У нас… Здесь его… Общаться с людьми, моделировать, планировать контроль, работать с tooling, ресурсы, диск, работа с колб, документация… Да. Его там не было, но по-хорошему он и там, в принципе, нужен. Без него не получится нормально построить проект, наверное. Даже если он один. Здесь… Знаешь, вопрос в том, что ты понимаешь по словам «нормально» и в комплекте проекта. Менеджеры, которые реально классно умеют… тайм-менеджментом занимаются. Они… Ну, не то чтобы редки. Нет. Просто обычно мы это делаем как-то по привычке. Ну, как бы не учимся отдельно. Ну, из серии. Вот простой вам пример. Вот… Вы же каждый умеете читать правильно. А кто вам сказал, что вы читаете быстро, хорошо и правильно? Понимаете, что я имею в виду под тайм-менеджментом? Мы все в процессе жизни как-то научились управлять своим временем. Кто вам сказал, что это оптимально? Вот… Вот это как-то научились. Good enough для здесь. Но не good enough вот здесь. Понимаете? Вот. Хорошо. High level of communications. Здесь есть просто общаться с людьми. Ну… Слово high появилось. Planning of group projects. Planning был. Ну, появилось… Делегирование. Здесь его, по-моему, не было. Да? Его здесь нет. Вот. Делегирование появилось. Но у нас то есть же тема… Она… Оно становится… Да. Мандатори требованиям, чтобы человек это умел делать не просто как-то. Мы все, опять же, как-то умеем делегировать. Попроси друга за пивом сходить. Что, делегировал? Да. Ну… Как-то умею. Правильно, не факт. Тем более делегировать не просто задачу подчиненному, а делегировать часть своих полномочий бэкап-персоном. Понимаете, нюанс какой? Это совсем другой скил делегированный. Намного более крутой. Скоп-менеджмент. Было. Было, было. Контроль с работой со скопом. Было. Это… Это… Вот так сделаем. Это у нас было и осталось. Работа со скопом. Вот она. Мониторинг и контроль. Было где-то здесь. Контроль, планирование. Было. Контроль и контроль. Эти две вещи, ну, без них ни в одном, ни в нескольких. В нескольких они просто приобретают еще большую необходимость, ровно потому, что иначе у вас совсем все посыпется. Вот та самая. Контроль, он через делегирование очень срабатывает. Вот в этом случае. Там не обязательно, там нужно контролировать меньше. А тут… Это просто… Чуть-чуть другой тип контроля. Просто… Да, да. Вышаешь и приходится делегировать именно контроль. Все равно нужен. Да. Ну, я говорю, он меняется. MindSkills, SoftSet и прочее… Ну, тут они… Они так размазаны в целом. Я бы поставил, во-первых, опыт. Опыт появился. И SoftSkills я бы все-таки тоже добавил, они усилились. То есть, смотрите. Если мы собеседуем, вот по-простому, кандидата на один проект, это один профиль человека. Если мы собеседуем кандидата на другой проект, о, сори, на группу проектов, чтобы он управлял группой проектов, это полно те же названия навыков. Вот только приоритет мы отдадим а, другому списку навыков и б, другой силе и качеству этих навыков. Ну, и развернем на вас, на меня. Если вы управляете одним проектом или хотите управлять одним проектом, то вам… Знаете как? Good enough вот этот список. Ну, плюс там можно дополнять, да? Если цель – начать управлять несколькими проектами или лучше управлять несколькими проектами, которыми вы уже управляете, имеет смысл фокусироваться на этих навыках, плюс помнить про вот этот вот весь перечисленный нами набор. Получается так. Еще в том списке можно добавить еще мотивацию и вообще цели и реалитеты человека? Ты знаешь, вот это soft skills. Ну, это там. Просто я настолько не хочу сейчас их расписывать. Их там огромный вагон и тележка. И они все становятся, как это, significantly important, да, критически важными. Потому что управляя одним проектом, в зависимости от его комплексити, soft skills, знаете, как есть… Ну, они не то чтобы не обязательно, они нужны. Просто можно условно приходить, пальцем тыкать, и оно как-то будет делаться. Управляя группой проектов, вы уже так себе позволить не можете. Потому что где-то что-то завалится. Ну, и при одном проекте так, конечно, делать не надо. При группе так совсем. Вот. А что еще я хотел сказать? Еще один такой, два, два штриха, которые нужно… А был сперва? Нет. Да. Да, там здорово. Футбол завтра. Два коротких… Не, не футбол, мне все равно. Два очень коротких штриха. Первый. Он очень похож на… Я вам коротко расскажу. На… 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 Помните, мы когда говорили про похожие, не похожие проекты? Когда приходит куча писем, а вы не знаете откуда. Это что по уму? Это какой? Что-то менеджмент. Кто знает вдруг? Я сейчас напишу, вы скажете «Я знал». Конфигурейшн… Менеджмент. Что здесь… Что имеется в виду? Если не вдеваться глубоко в детали, условно говоря, конфигурейшн менеджмент отвечает за что, где лежит. И в каком оно виде. И в каком формате. И в каком нейминг конвеншнене. Это файлы. Какого типа. Как называются. В каких папках. Это письма. Какой сабжект. По каким правилам. Кому шлем. Тут cc, bcc. Ну, все-все-все-все-все-все. Если это код в репозитории, то как оформлен, какие подпапки. Ну, вот все это – это конфигурейшн менеджмент. Соответственно, чем в одном проекте обычно люди не парятся. Потому что, ну, как пошло, так и пошло. А когда у вас их больше одного, то намного приятнее, когда вы переключаетесь в другой проект, а там структура папок такая же. Нейминг конвеншн похож, только отличается именем, аббревиатурочкой проекта. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот. Тогда намного проще оперировать всеми этими штуками, документами и всем остальным. Тогда у вас путаницы меньше. Не все хотят, не все делают это, но это всем сильно упрощает. При группе проектов это вообще must-have. Это вот как вот эти две списка, да? При одном проекте это просто неплохо. При группе проектов это становится обязательным. Без него – ну никак. Без этого вам будет очень сложно, больно и неудобно. И командам разработчиков из разных проектов выдавать разные цветы футболочки. Так тоже можно. А если они, не дай бог, еще и участвуют один разработчик в двух-трех проектах, тогда configuration management и самим разработчикам, и аналитикам, и тестировщикам сильно поможет. Не только вам. Им очень сильно поможет. Потому что, ну, представьте, давайте вот так, знаете, усилен на тучке с густе. Представьте, сидит разработчик, он участвует в двух проектах. И он коммитит не в ту ветку. Та-да-да-да. И все. А если там naming convention правильный, он заметит? Он в любом случае заметит. Когда завалится. Просто так он заметит это раньше. Так это произойдет раньше. То есть вы… По какому зрению оно завалится? Вы знаете как? Вот я вот своего старшего учу говорю. Ты когда дверь в квартиру открыл, вынь ключи. Открой дверь, вставь ключи, только потом разувайся. Ну, или там, заходи снимай куртку. Говорю, у тебя в мозгу отложатся механические действия, ну, определенные. И ты минимизируешь правтык, куда я потом делал ключи. Где они? Понимаете? Вот. Так и здесь. Когда у вас определенное правило в проекте, в команде разработаны, вы минимизируете маленькие вот такие минорные правтыки, которые, блин, где ключи? Куда коммитил? Не помню. Куда-то коммит ушел. Ну, то есть, куда-то сложил файл. Save as. В какую папку? Блин, не помню. Ну, то есть, вот эти минорные вещи, а их много накапливается, когда проектов становится много, вы просто, знаете, не даете им случиться. Да, понятно, что мы, как те, знаете, очень умный человек, умный, да? Мы просто умные, мы способны из этого мини-проблемы вылезти. Да, способны. А зачем в нее заходить вообще? Не надо создавать условий, в которых эта штука может произойти. И все. Не создавайте их. Конфигурейшн менеджмент вам поможет этих ситуаций избежать. Да, мы можем из этой ямы вылезти. Все хорошо. Мы умеем. Мы скилованные, сеньорные и прочее. Ну, зачем в нее прыгать? Вот примерно так. И последний штрих, наверное, на сегодня, это, я его так назову. Это, знаете, Red Amber Green Status. Да, да? Вот давайте так и напишем. Рак статус плюс критикалити. Не комплексити, а критикалити проекта. Что это такое? Насколько он критичен? Кому? Обычный заказчик. Ну, как правило, заказчик влияет на... Да, ну, понятно, что, например, если у меня с заказчиком три проекта, то они разные критикалити. Или равные, но он как-то это знает. Ему это три разных заказчика, и для каждого это критично. Ну... Подожди. Вопрос, я даже сказал, наверное, ну или как я это понимаю, не в том, как это прям для самого, ну может быть, заказчика, а может быть, для его, ну как бы, для его заказчиков. Виды бизнеса, который загнулся, потому что CRM. То есть, у меня есть для вас ответ, ребята, не надо гибать. Очень по-разному, если софт может просто там 30 копеек у кого-то отнять, и другое дело, когда он может чернажи спредить. Вот, вот эту градацию, сейчас расскажу, придумал, не знаю, я ее прочитал у Алистера Коуперна. Он говорит следующее, что есть четыре критикалити проекта. Первая, самая легкая, простая, low critical, которая звучит следующим образом. Если проект поломается, ну или solution, который вы сделали, да, то заказчик или его клиенты, ну те, кто пользуется этим продуктом, испытают минорные неудобства. Ну, например, сайт booking.com, если он ляжет на полчаса. Неудобно? Да. Ну и все. Следующий уровень критикалити, это когда, если результат наш, ну, наш продукт ляжет, сервер выключится, что-то произойдет, клиенты начнут терять low amount of money. Немного денег. Да, это больно. Да, это неприятно. Но это не миллиарды денег. Это там тысячи, сотни, тысяч, десятки. У каждого это low amount, небольшой, свой, но он какой-то low. Это вторая критикалити. Третий уровень критикалити, когда мы начинаем терять из-за простора серверов, продукта, еще чего-то, peak amount of money. И там же начинается loss of reputation, серьезный, серьезная потеря репутации. То есть, мы начинаем терять миллионы денег, ну, не мы, а клиенты, там, пользователи, миллионы денег. И тот, кто делал этот софт, он, ну, к нему потом никто не придет. Потому что он сделал фигуру софта. Ну, он контуру может обидеть. Это третий уровень, да, критикалити. Четвертый? Здоровый. Жизни. Жизни. Жизни людей. То есть, если из-за того, что наш проект, продукт, результаты его работы остановились, поломались, начинают умирать люди, это четвертый уровень критичности, самый стрёмный. Да. Соответственно, если ваш проект, тот, который вы делаете, находится, разные заказчики уже не имеют значения. Уже имеют значение вот эти ауткамы от проекта. Если они по критикалити, например, на первом уровне, и у них менеджер, или мой зам, или кто угодно, или я сам вижу, что там ред статус, это страшно? Ну, это плохо, но не страшно. Если у меня есть второй проект, где критикалити три, и там yellow статус, это страшнее, чем один критикалити и red, правда? Да. Понимаете? Вот поэтому эти штуки идут в связку. Соответственно, начиная планировать свой день, не разгребая почту, планируя задачи, я буду обращать внимание не просто на дашборд с таймлайном, а еще и на критикалити и red статус, что там происходит. Ну, вот примерно так. Вот. Вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, можно назвать? Алексей, скажи, пожалуйста, когда затронули тему configuration management и похожесть проекта, и все классно, допустим, даже разные фазы. То есть, понятно, что какой-то проект начался раньше, а позже, да? То есть, и мы так получилось, что стат-поменежем несколько проектов, то есть, например, мы в истоков ставили только одного проекта, а остальные уже были. Да. Достались наследственно. При этом конфигурации, то есть, все было разное у этих проектов. То есть, досталось только наследственно. Окей. И теперь, как бы, внимание вопрос. То есть, понятно, я за похожесть. Я за похожесть, я хочу так сделать, мне так удобнее, да? Но в то же время команды привыкли работать по другим процессам, по другим процессам. Вопрос, что делать? Да, как бы, что делать? Ну смотри, я обычно стараюсь делать следующее. Я провожу некий анализ. Если вдруг я возьму и начну ломать или плавно, смусли, менять подходы команд, насколько это сильно поломает их эффективность? Если сильно, то лучше не менять. Если у тебя есть возможность выстроить parallel structure, а потом на нее переключиться, построить. Но если нет возможности выстроить parallel, нет возможности смутли, без потери их продуктивности, поменять на единообразную структуру, тогда не меняй. Тогда это твой дополнительный эфорт, но ты вынужден, потому что система должна работать, делать проект. В принципе, знаешь, потихонечку вводить там нейминг-конвеншн новенький, там чуть-чуть папочки перестроил, потихонечку. Но это предусловие, что у тебя есть на это время. Годовой проект, так можно подпилить. Проекты длиной месяц, ну ты не успеешь просто. Для меня важнее их производительность, чтобы все-таки наши коммитменты под определенные даты случались. В общем-то мы же этим озабочены, заинтересованы в этом. А если я начну что-то менять в команде, в процессах, в configuration management, во всем чем только там я могу начать менять, если это поломает коммитменты на даты, то тут надо несколько раз подумать, стоит ли это делать. Единого ответа не надо делать, конечно, нет. Иногда все-таки надо поломать что-то или надо что-то видоизменить. Но вот прямо здесь и сейчас универсальных серебряных пуль нет в данном случае. Ты как менеджер, понимая surround, окружение, сетап проектов, всегда примешь какое-то решение о тебе и дне. Тут какое-то астропатическое только зрение. Или команда важнее? То есть мнение команды. Вот так это только ты знаешь. Я сейчас стоя тут не знаю, что в твоем конкретно N проектах важнее. А бывает так, что нам, в общем-то, пофигу на заказчика и проект, надо команду сохранить. Ну, я вам любую Санта-Барбару сейчас придумаю. Только, конечно, не будет ответов. Но я к тому, что универсальных решений нет. Ну, нет. В менеджменте нет. Здравый смысл. Да, здравый смысл спасайте. Вы, как менеджер, знаете цели, высокоуровневые цели. А, компании. Б, своего проекта. С, заказчика. Ну и команды тогда. И вы как-то между ними должны сплясать так, чтобы все получилось. Вот. Ну, иногда, может, и уволиться стоит. Ну, опять же. Санта-Барбар. Скорее, да. Скорее не стоит, конечно, увольняться. Ну, кажется, у вас свои вопросы в жизни есть. Но бывает. У меня был такой случай, когда я пришел в компанию в сложный, реально такой трендецовый проект. Но я не знал, что он трендецовый. Мне его красиво продали. Когда нанимали. Когда нанимали. Я согласился. Я пришел. Через два месяца я понимаю, в какой махтунге я оказался. Я могу с этим трендецом справиться. Моих навыков, знаний, скиллов хватает. Вот так вот. Но мне мешает руководство. Знаешь? Вот что делать? Увольняться? Если руководство будет продолжать мешать, я не сделаю проект. Ну, вот я точно знаю. Какие опции? Что бы вы сделали? Ну, руководство мешает. Ты не можешь с ним поговорить. Ну, в смысле, ты говоришь, а оно говорит да и мешает. Ну, два варианта в зависимости от твоих пожеланий. Либо терпеть, но получать экспириенс. Такой, который ты не получишь больше. Я считаю, в зависимости от ваших целей. Можно поговорить с руководством руководства. В общем, там опции есть. Поэтому в жизни бывают очень много разных ситуаций. Я не знаю, в какой вы попадете. Здравий смысл, ваши личные цели. Да очень много факторов, которые вы можете, вы будете взвешивать на весах и выбирать решения. Да, есть вопросы? Нет? Спасибо. Спасибо.